Сегодня как-то приросло количество СМИ, которые сообщают о том, что Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, написал все-таки документ, в котором просьбе заявляет о своей отставке. Написал его якобы еще 20 сентября, но в Следственном комитете говорят, утка. Вы кому больше верите? Ну, тренд на ротацию одноклассников, одногруппников, кентов по спортзалу и на смену всей этой публике, он же как бы есть. Поэтому по логике вещей вполне может случиться так, что Бастрыкина, как и прочих, равно удалят. А зачем? Ну, вот кого-то другого меняют, тусуют, старые зажерели, взорвались, заворовались, уже как бы предъявляют лидеру, что, мол, довел ситуацию до того, что они не могут рак полечить в Германию, съездить, и там счета у них там, в общем, как-то так вот арестовываются. Надо заменить на других людей, которые больше склонны испытывать чувство благодарности за подъем, за преференции. А согласно источникам РБК, его равно удалят, могут равно удалить в Верховный суд, ни много, ни мало. Это как, в тренде? Ну, по крайней мере, он будет только утверждать в таком случае готовые решения, и не командовать людьми, которые там крышу, там, шакро молодого и прочего. А вы думаете, кстати говоря, этот скандал с задержаниями и с арестами высокопоставленных сотрудников СК тут как-то добавил огня в судьбу Александра Бострокина? Ну, по крайней мере, он создал повод, к которому можно прицепиться, к которому можно объяснить все это. А потом же тренд на вот такую ротацию старой гвардии, он же объясняется не тем, что это воры, мошенники, расположили вокруг себя воров и мошенников. Он объясняется тем, что меняется политическая ситуация, их равно удаляют по политическим соображениям, а не потому, что проворовались. Чтобы они довольны, было меньше в окружении, вы имеете в виду? Ну, да, то есть, приход как бы нового поколения, которые не помнят Путина таким вот серым подполковничком. А вот это не опасно там для верхов? Ну, как-то, когда ты удаляешь людей, много лет проработавших, и как, наверное, кажется, с позиции этого человека лояльно и адекватно поставленным задачам проработавших, то, в общем, наверное, недовольство может какое-то сложиться и зреть. Ну, ведь далеко же не всех удаляют на Колыму. Кого-то удаляют в Верховный суд. А новое поколение откуда браться будет? Если вы говорите, что смена ротации каких-то друзей условно по спортзалу, по одноклассникам, по одногруппникам, то это вот уходит. Откуда новые ресурсы? Ну, частью это тот же самый источник, это спецслужбы. Вот смотрите, раньше все КГБ штамповало кадры, то есть везде. В экономику, в политику, в обществу, в подаводную. А почему раньше-то? Ну, в нулевые, я имею в виду, когда Путин только появился на первые два срока. Тогда как раз говорили о таком КГБшном десанте, который везде высадился. И сам Путин, помните, шутил, что задачу Федеральной службы безопасности по захвату Кремля выполняю успешно. Там как бы отчитывался, помните так? А сейчас это уже и другие спецслужбы. Вот уже ФСОшник и хоккеист становятся губернатором. Уже как бы другая структура появилась. Избавляются от многих людей, которые вот старой такой вот допутинской элиты, но в свое время переметнулись. Но от них сейчас избавлено белых, например. Вот и от него как бы избавляются. То есть, идет некое обновление, идет упразднение людей, с которыми может связан какой-то негативный бэкграунд. Но негатив может понятен быть только самому Владимиру Владимировичу. Ну, вот интересно, а почему так трясет... Мы же как бы не знаем содержание бесед, которые проходили под поедание глухаря. О чем они там говорили? Мы только про глухаря знаем. Ну, самое яркое видим. Вот хорошо, если мы говорим про вот эту ротацию, то мы видим, во всяком случае, в каких-то внешних проявлениях, как она происходит в спецслужбах, скажем. Когда идут какие-то перестановки и так далее и тому подобное. Но вот, например, с генпрокурором был какой большой скандал связан. А ничего? Не повредило ведь? Ну, с генпрокурором... Генпрокурор вот не повредил. А с Бастрыкиным тоже было много скандалов связанных. Помните, там он был и пан Бастрыкиным, и там и в Чехии что-то находили. И господин Соколова из «Новой газеты» он в лесочек вывозил. И даме с баллонкой пистолетом угрожал. С ним тоже было много скандалов, и ничего, все с рук сходилось, какие проблемы. То есть, на самом деле, это не сам по себе скандал решает судьбу чиновника. То есть, чиновник, судьба решится, а вот скандал уж мы как-нибудь найдем. То есть, тут главное как осадочек сложить. Ну, там все это, осадочки, не осадочки. То есть, с скандалом уж как-то разберемся, найдем за что. Главное решить. Еще одна вещь, которая как-то с этим связана. Почему все всегда происходит в такой атмосфере таинственности? Ну, то есть, слухи о том, что он или уйдет после выборов, или уже написал заявление. Они ведь уже какое-то время роятся, роятся, роятся. Их постоянно опровергают, опровергают, опровергают. Почему нужна вот эта атмосфера «Не подходи, убьет»? Ну, тут, во-первых, есть эстетика первого лица. Когда все должно быть таинственно, неожиданно. А если вот это все будет очевидно, и вот назревать, и каждый шаг будет известен, пусть он ничего не отменяет, там, эта известность, но все знают, то это вот уже как лохи, понимаете. Все все вокруг знают. А так вот таинственно, бац, и все, карающая рука. А что дает эта эстетика? Эстетика, она вообще ничего не дает. Это вот человек получает эстетическое удовольствие от таинственности, от специфики. Спецслужбы, понимаете, КГБ СССР, тайна, гриф «Совершенно секретно». Все вот это вот как бы манящая такая вот прелесть ФСБшно-ментовской тайной жизни. Это один вопрос. Но, с другой стороны, тоже выгодно. Потому что, чем дальше они могут оттянуть свой конец, тем дольше они отрицают, что «да нет, это утка, вот все, сейчас рассосется» и так далее, тем больше у них времени для того, чтобы почистить свои дела, свести с разных счетов на один счет все денежки. Ой, опасно, наверное, делать в последний момент, если есть что сводить. Ну, всегда надо как бы в конце концов подчистить немножко хвостики, а то как Захарченко там, бац, а у тебя там коробки по всему дому с миллиардными. А когда вот все заранее, ты говоришь, нет, еще вот нет, еще время не пришло, не пришло, ты успеваешь эти коробки на счета, туда-сюда, тот офшор, в этот офшор. Вот про МВД тоже, кстати говоря, сейчас поговорим, но буквально после небольшой паузы, про МВД, правда, не на уровне полковника Захарченко, а на уровне московской полиции, но это уже через пару минут. Я напоминаю, телефон для того, чтобы задать вопрос, у нас такой, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Это особое мнение, которое сегодня представляет журналист Архан Жемаль. Короткая пауза, скоро вернемся. Реклама Российский бизнес-форум «Атланты». 4-5 октября Крокус Сити Холл. Владимир Познер, Тони Фернандес, Тавид Ян, Верн Харниш. И еще 30 топ-спикеров «Атланты». Твой следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни. Звоните 495-480-77-22 для лиц старше 16 лет. В этот вторник программу «Дневной разворот» ведут Яков Широков и Екатерина Конакова. Слушайте с 15 до 17 часов «Дневной разворот» на «Эхе Москвы». Так, все сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А с пола все забрала? Да вроде еще. Хотя нет, подожди, тут журналы. Какие еще журналы? Ну, Экси, с Брюдом Питом, Ким Кардашьянкой, Сипыри. Ну, а разве они нужны нам? А что не нужны-то? Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец. Новые героини и новые истории. Как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это не глянец. По вторникам после 22 часов. Ну, теперь вроде все, да? Да, вроде все. Хорошо. Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь, это всегда брал. Так? Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней. Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях налог на взятки и подарки чиновников. Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов. В ночь со вторника на среду после 0 часов слушайте программу «Одно» с Оксаной Чиж. «Одно» в ночь со вторника на среду после полуночи. Опять в «Одноклассниках» сидишь, в фотке лайкаешь. Да, я новости читаю. Какие еще новости? Новости, а не на «Эхе». Правильно. А еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы». Да ну! Ну да. А еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с «Эховского сайта». И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать. Все, присоединяюсь. «Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы». В центре событий «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». 19 часов, 20 минут в Москве. Программа «Особое мнение» продолжается. «Особое мнение» сегодня представляет журналист Архан Джемаль. Вот про московскую полицию. Я думаю, что все знают, какая история вчера приключилась с выставкой Джока Стёрджеса без смущения. И как-то там московской полиции особенно замечено не было. Вроде как приезжал человек, посмотрел на то, как блокирует активист вход в этот несчастный центр. Вроде как даже попробовал внутрь позвонить, но вот не сложилось. И ведь не обидно московской полиции, что так у нее полномочия-то отбирают? Ну, не знаю. Обидно, не обидно. Наверное, не обидно. А должно быть? Ну, почему мы пытаемся как бы вот спекулировать на вот такую теме, что демократов вы там типа разгоняете, а охранителей там, да, все... Потому что она есть, вот факт такой. Значит, есть и есть. Давайте так. Забудьте о том, что закон одинаковый для всех. Закон для всех разный. То есть, если вы как бы этого еще не поняли, вы идиот. То есть, можете удивляться, что полиция ничего не делает. Закон для офицеров России и закон для каких-нибудь там протестующих против Димы Яковлева, там, или еще чего-нибудь там, да, это разные законы. Ну, хорошо, а как вот государству... Знаете, мы превращаемся в такое корпоративное фашистское государство. А почему корпоративное? Муссолини, ну, потому что фашизм, это в таком исконном его понимании, это связано с понятием корпоративного государства. И Муссолини, который, собственно, придумал, по сути дела, и то, и другое, он даже говорил, знаете, как вот, друзьям все, а остальным закон. Так что закон это остальным, а офицерам России, господинам Савиткову, все. Ну, чтобы разрешать кому-то все, нужно же быть в этом ком-то очень уверенным. А вот этот кто-то сегодня на выставку не пускает, а завтра он начнет, например, отлавливать женщин, которые слишком откровенно, скажем, одеты. Ну, а почему нет? Ну, потому что контролировать же как-то хочется этих ребят. Ну, будет отлавливать. Вот такие времена настали, что у нас цензор вот с таким уровнем. Наш цензор – это господин Савитков. То есть, когда там в 19 веке, когда там государь-император там назначал цензора, он обычно все-таки старался такого просвещенного, передового человека вот на эту позицию поставить, чтобы лишнего не огораживать. То есть, чтобы что-то хотя бы можно было. И цензор иногда выносил в те времена такие, знаете, философские решения. Пусть в списках ходит, запрещать не будем, а вот печатать не надо. Например, там были такие времена. А сейчас вот у нас, к сожалению, цензор вот со знанием, как у господина Савиткова. Так нет, ну а кто ж назначал-то господина Савиткова цензором? Я же вполне себе назначен. А цензор официально такого поста нет. Вот у нас есть такая дама, как Мизулина, которая... Ну, у дамы был мандат на определенные, так сказать, решения. Так у нее и сейчас есть мандат, она в Совете Федерации сидит. И, в принципе, дублируют практически все законопроекты, которые изобретаются в Соединенных Штатах. Крайне правым, таким баптистским сегментом, который как бы никто всерьез не воспринимает. Но время от времени на уровне Штатов, на уровне муниципальных законопроектов какие-то успехи имеет. А Мизулина тут же берет, увеличивает как форматор модель до размера полноценной скульптуры и забацывает здесь, как федеральный закон, такой вот мейнстрим. Ну, смотрите, она, во всяком случае, в рамках своих полномочий действует. Она может сказать, что, значит, меня поддержало такое-то количество людей на выборах. Мы там можем долго спорить, действительно ли они поддерживали, действительно ли это там были рукой поставлены галочки от души и прочее, прочее. Но, во всяком случае, она как бы парламентарий. Ну, сейчас она уже не парламентарий. Ну, у нее, во всяком случае, была на это санкция. И даже во вчерашней истории, то есть, она там может выразить свою точку зрения посредством блога, ответа на вопрос, заявления и так далее. Но она не стоит в охранной цепи у объекта. Ну, у нее есть охранная цепь в виде господина Светкова с его офицерами России. С этой историей ведь еще и прекрасно. Вы так возмущаетесь? Вот мир устроен так. Вот он устроен таким образом. Да я возмущаюсь тем, что его никто не одергивает, понимаете? А кто его будет одергивать? Кто его будет одергивать? Вот если бы пришли, скажем, либеральные активисты, сбитыми и проложили себе путь сквозь строй офицеров России. Ой, представляете. Значит, говоря, что, вы знаете, нас, вот эти вот люди, непонятно кто и звать как, воспрепятствуют нашему законному праву пройти на выставку. Это как бы ни прокуроры, ни менты, вот никто. И мы вынуждены как бы проложить себе путь вот как битыми. Тогда бы, значит, можно сказать, что этих людей одергивают. А пока этого нет, то, ну, как бы утритесь и терпите. Ну, я-то имела в виду то, что предполагается, что есть специально обученные люди с погонами на плечах. Вот это как раз их работа. Мы вроде бы все... Так у них это тоже с погонами на плечах временно сняли. И должно быть неприятно, что кто-то наполняет их. Временно сняли и переведены в общественную палату, там, временно. В любой момент можно забрать в общественную палату, поставить, опять погоны на плечи повесить. А потом опять снять и в губернаторы Тульской области отправить. Мы, конечно, разобрались, для чего нужна общественная палата. Хорошо. В истории с этой выставкой ведь прекрасно еще и то, что две недели она примерно работала, и никто особенно не возмущался. Более того, не устроя Мизулина этого скандала, большинство бы людей даже не знало бы фамилии этого фотографа, о его существовании бы не ведало. Теперь все дружно залезли в интернет и посмотрели, что это за птица и что он снимает. Ну, насколько я понимаю, возмущению госпожи Мизулиной еще предшествовал пост одного известного блогера, собственно говоря, накануне написанный. Так вот, получается, что этих людей так легко завести, вот там за несколько часов так опть и устроиться цепь? Или все-таки не на все так реагирует? Ну, вы знаете, это все-таки проблема более универсальная, чем частный случай госпожи Мизулиной, который, может быть, просто не очень здоровый человек. В принципе, тут нужно понимать, что фотограф, работающий в 70-х годах, работал по масштабам, по стандартам, по правилам, по рамкам допустимого в 70-е годы. И с тех пор прошло 50 лет, и все очень изменилось. То, что было дозволено, скажем, в 70-е, немыслимо сейчас. То есть, вы можете представить, что какой-нибудь режиссер, допустим, Маль, представитель одновременно и американского, и французского, отчасти кинематографа, сейчас бы снял свой фильм «Невинное дитя» и выпустил бы его в широкий прокат. Да Мизулина бы сожрала бы всю эту самую сеть, которая рискнула бы прокрутить подобный фильм. А тогда это считалось мейнстримом, большой кино. Ну, я и издание «Лолиты», вот, например, сейчас не очень хорошо себя представляю, если честно. Пожалуйста, вот еще, например, в 70-е, как раз тогда же и «Лолиту» сняли. А вот вообще, насколько возможно сейчас определить, где у нас граница допустимого? Так, чтобы что-то снять, или что-то привести, показать, или что-то сделать, и при этом не попасть под обливание экскрементами, или что-то еще? Ну, вы помните, значит, вы помните знаменитое заседание в РБК? Знаете, там есть двойная сплошная, но где именно она проходит, никто не знает. Вам просто сообщат, когда вы ее пересекли. То есть, сейчас, в принципе, граница допустимого, значит, никто не знает. Но вы знаете, если вы нарушите, вам мало не покажется. А где не проходит, мы решим по ходу. По ходу пьесы. Эффективная практика, вырабатывается инстинкт, где она двойная сплошная в таких случаях? Ну, а вы, ну, представьтесь, там, да, то есть, хотя бы то, что мог позволить себе человек 10 лет назад и сейчас. Ну, обычно, как раз в таких обстоятельствах рождается какая-то реакция. Если не назло, то уж, во всяком случае, придумать, как это переосмыслить так, чтобы прошло двойную сплошную. Из опов, язык, чтение между строк, мы скоро вернемся к такой вот культуре поздних 60-х годов. Ой, где же она? Что-то пока не видно. Ну, это же как бы вынуждено. Это же все вынуждено возникало. Вы думаете, что вот они не будут выпускать пар? Не дадут никакой возможности немножечко так послабления каких-то? Ну, вы знаете, опыт показал, что в какие-то моменты казалось, что вот даже вот надо выпустить, надо вот как бы послабление, нужно как бы посчитаться. А потом прикинули, посмотрели, что там пара-то. Пару-то, все-то ничего, раз-два я обчелся, завинчивые гайки до конца. Остальные по 89% пару не производят. Только эти либерасты парят. Сейчас у нас небольшая пауза, впереди буквально несколько минут. Напоминаю, что это особое мнение журналиста Архана Джамаля. Плюс 7-985-970-4545. Телефон для ваших вопросов. Скоро продолжим. 19.30 в столице. На еще краткие новости у микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. Глава СКР намерен покинуть свой пост о том, что Александр Бастрыкин подал прошение об... Сегодня как-то приросло количество СМИ, которые сообщают о том, что Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, написал все-таки документ, в котором просьбе заявляет о своей отставке. Написал его якобы еще 20 сентября. Но в Следственном комитете говорят утка. Вы кому больше верите? Ну, тренд на ротацию одноклассников, одногруппников, кентов по спортзалу и на смену всей этой публике. Он же как бы есть. Поэтому по логике вещей там вполне может случиться так, что Бастрыкина, как и прочих, равно удалят. А зачем? Ну, вот кого-то другого меняют, тусуют. Старые зажерели, взорвались, заворовались. Уже как бы вот предъявляют лидеру, что, мол, довел ситуацию до того, что они не могут рак полечить, в Германию съездить и там счета у них там, в общем, как-то так вот арестовываются. Надо заменить на других людей, которые больше склонны испытывать чувство благодарности за подъем, за преференции. Ну, надо сказать, что согласно источникам РБК, его равноудалят, могут равноудалить в Верховный суд. Немного, немало. Это как, в тренде? Ну, по крайней мере, он будет только утверждать в таком случае готовые решения. И не командовать людьми, которые там крышуют шакро молодого и прочего. А вы думаете, кстати говоря, скандал с задержаниями и с арестами высокопоставленных сотрудников СК, тут как-то добавил огня в судьбу Александра Бостокина? Ну, по крайней мере, он создал повод, к которому можно прицепиться, к которому можно объяснить все это. А потом же тренд на вот такую ротацию старой гвардии, он же объясняется не тем, что это воры, мошенники, расположили вокруг себя воров и мошенников. Он объясняется тем, что меняется политическая ситуация. Их равноудаляют по политическим соображениям, а не потому, что проворовались. Чтобы недовольным было меньше в окружении, вы имеете в виду? Ну, да. То есть, приход как бы нового поколения, которые не помнят Путина таким вот серым подполковничком. А вот это не опасно там для верхов? Ну, как-то, когда ты удаляешь людей, много лет проработавших, и как, наверное, кажется, с позиции этого человека лояльно и адекватно поставленным задачам проработавших, то, в общем, наверное, недовольство может какое-то сложиться и зреться. Ну, ведь далеко же не всех удаляют на Колыму. Кого-то удаляют в Верховный суд. А новое поколение откуда браться будет? Если вы говорите, что смена ротации каких-то друзей условно по спортзалу, по одноклассникам, по одногруппникам, то это вот уходит. Откуда новые ресурсы? Ну, частью это тот же самый источник, это спецслужбы. Вот, смотрите, раньше все КГБ уж там повало кадры, то есть везде. В экономику, в политику, в обществу, в подаводную. А почему раньше-то? Ну, в нулевые, я имею в виду, когда Путин только появился на первые два срока. Тогда как раз говорили о таком КГБшном десанте, который везде высадился. И сам Путин, вы помните, шутил, что задачу Федеральной службы безопасности по захвату Кремля выполняю успешно. Там как бы отчитывался. Помните такое? А сейчас это уже и другие спецслужбы. Вот уже ФСОшник и хоккеист становятся губернатором. Уже как бы другая структура появилась. Избавляются от многих людей, которые вот старой такой вот допутинской элиты, но в своё время переметнулись. Но от них сейчас вот избавляют белых, например. Вот и от него как бы избавляются. То есть, идёт некое обновление, идёт упразднение людей, с которыми, может, связан какой-то негативный бэкграунд. Но негатив может понятен быть только самому Владимиру Владимировичу. Ну, вот интересно, а почему так трясёт... Мы же как бы не знаем содержание бесед, которые проходили под поедание глухаря. О чём они там говорили? Мы только про глухаря знаем. Ну, самое яркое видим. Вот хорошо, если мы говорим про вот эту ротацию, то мы видим, во всяком случае, каких-то внешних проявлений, как она происходит в спецслужбах, скажем. Когда идут какие-то перестановки и так далее и тому подобное. Ну, вот, например, с генпрокурором был какой большой скандал связан. А ничего? Не повредило ведь? Ну, с генпрокурором... Генпрокурор вот не повредило. А с Бастрыкиным тоже было много скандалов связанных. Помните, там он был и пан Бастрыкиным, и в Чехии что-то находили. И господин Соколова из «Новой газеты» он в лесочек вывозил. И даме с баллонкой пистолетом угрожал. С ним тоже было много скандалов. И ничего, всё с рук сходило, какие проблемы. То есть, на самом деле, это не сам по себе скандал решает судьбу чиновника. То есть, судьба решится. А вот скандал уж мы как-нибудь найдём. То есть, тут главное, как осадочек сложится. Ну, там всё это, осадочки, не осадочки. То есть, с скандалом уж как-нибудь разберёмся. Найдём за что. Главное решить. Ещё одна вещь, которая как-то с этим связана. Почему всё всегда происходит в такой атмосфере таинственности? Ну, то есть, слухи о том, что он или уйдёт после выборов, или уже написал заявление. Они ведь уже какое-то время роятся, роятся, роятся. Их постоянно опровергают, опровергают, опровергают. Почему вот нужна вот эта атмосфера «не подходи, убьёт»? Ну, тут, во-первых, есть как бы эстетика первого лица, когда всё должно быть таинственно, неожиданно. А если вот это всё будет очевидно и вот назревать, и каждый шаг будет известен, пусть он ничего не отменяет, там, эта известность. Ну, все знают. Это вот уже как лохи, понимаете. Все всё вокруг знают. А так вот таинственно, бац, и всё, карающая рука. А что даёт эта эстетика? Эстетика, она вообще ничего не даёт. Это вот человек получает эстетическое удовольствие от таинственности, от специфики. Спецслужбы, понимаете, КГБ СССР, тайна, гриф «Совершенно секретно», всё вот это вот как бы манящая такая вот прелесть ФСБшно-ментовской тайной жизни. Это один вопрос. Но, с другой стороны, тоже выгодно, потому что чем дальше они могут оттянуть свой конец, тем дольше они отрицают, что «да нет, это утка, вот всё, сейчас рассосётся» и так далее, тем больше у них времени для того, чтобы почистить свои дела, свести с разных счетов на один счёт все денежки. Ой, опасно, наверное, делать в последний момент, если есть что сводить. Ну, всегда надо как бы вот в конце концов подчистить немножко хвостики, а то как Захарченко там бац, а у тебя там коробки по всему дому там, да, с миллиардами. А когда вот всё заранее, ты говоришь, нет, ещё вот нет, ещё время не пришло, не пришло. Ты успеваешь эти коробки на счета, туда-сюда, тот офшор, в этот офшор. Вот про МВД тоже, кстати говоря, сейчас поговорим, но буквально после небольшой паузы, про МВД, правда, не на уровне полковника Захарченко, а на уровне московской полиции. Но это уже через пару минут. Я напоминаю, телефон для того, чтобы задать вопрос, у нас такой, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Это особое мнение, которое сегодня представляет журналист Архан Жемаль. Короткая пауза, скоро вернёмся. Реклама Российский бизнес-форум «Атланты». 4-5 октября «Крокус Сити Холл». Владимир Познав, Тони Фернандес, Савид Ян, Верн Харниш и ещё 30 топ-спикеров «Атланты». Твой следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни. Звоните 495-480-77-22. Для лиц старше 16 лет. «Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы». В этот вторник программу «Дневной разворот» ведут Яков Широков и Екатерина Конакова. Слушайте с 15 до 17 часов «Дневной разворот» на «Эхе Москвы». Так, всё сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А стола всё забрала? Да вроде чё? Хозяинец, подожди, тут журналы. Какие ещё журналы? Ну, эти с Брыдом, Питом, Ким Кадашьянкой, Сипыри. Ну, а разве они нужны нам? А чё не нужны-то? Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец. Новые героини и новые истории. Как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это не глянец. По вторникам, после 22 часов. Ну, теперь вроде всё, да? Да, вроде всё. Хорошо. Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь, это всегда право. Так? Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней. Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются, реальным форминанием летописи, налог на взятки и подарки чиновников. Повтор программы «Фискал». По вторникам, после 23 часов. В ночь со вторника на среду, после 0 часов, слушайте программу «Одно» с Оксаной Чиж. «Одно» в ночь со вторника на среду, после полуночи. Опять в «Одноклассниках» сидишь, в фотке лайкаешь. Да, я новости читаю. Какие ещё новости? Новости, а не новичие. Правильно. А ещё в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы». Да ну? Ну да. А ещё там блоги, голосование. Самые интересные материалы с «Эховского сайта». И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать. Всё, присоединяюсь. «Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы ещё не поняли в прошлом. В передаче «Всё так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц рестаем все 96 страниц журнала «Дилетанкс». «Эхо истории» на «Эхе Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания «Артелиай» представляют программу «Особое мнение». 19 часов, 20 минут в Москве. Программа «Особое мнение» продолжается. «Особое мнение» сегодня представляет журналист Архан Джемаль. Вот про московскую полицию. Я думаю, что все знают, какая история вчера приключилась с выставкой Джока Стёрджеса без смущения. И как-то там московской полиции особенно замечено не было. Вроде как приезжал человек, посмотрел на то, как блокирует активист вход в этот несчастный центр. Вроде как даже попробовал внутрь позвонить, но вот не сложилось. И ведь не обидно московской полиции, что так у нее полномочия отбирают? Ну, не знаю. Обидно, не обидно. Наверное, не обидно. А должно быть? Ну, почему мы пытаемся спекулировать на такую теме, что демократов вы разгоняете, а охранителей... Да, потому что она есть. Вот факт такой. Значит, есть и есть. Давайте так. Забудьте о том, что закон одинаковый для всех. Закон для всех разный. То есть, если вы этого еще не поняли, вы идиот. То есть, можете удивляться, что полиция ничего не делает. Закон для офицеров России и закон для каких-нибудь протестующих против Димы Яковлева. Или еще чего-нибудь там. Это разные законы. Ну, хорошо. А как вот государство... Знаете, мы превращаемся в такое корпоративное фашистское государство. А почему корпоративное? Муссолини. Ну, потому что фашизм, это в таком исконном его понимании, это связано с понятием корпоративного государства. И Муссолини, который, собственно, придумал, по сути дела, и то, и другое, он даже говорил, знаете, как вот, друзьям все, а остальным закон. Так что, закон это остальным. А офицерам России, господинам Савиткову, все. Ну, чтобы разрешать кому-то все, нужно же быть в этом ком-то очень уверенным. А вот этот кто-то сегодня на выставку не пускает, а завтра он начнет, например, отлавливать женщин, которые слишком откровенно, скажем, одеты. Ну, а почему нет? Ну, потому что контролировать же как-то хочется этих ребят. Ну, будет отлавливать. Вот такие времена настали, что у нас вот цензор вот с таким уровнем. Вот наш цензор – это господин Савитков. То есть, когда там в XIX веке, когда государь-император назначал цензор, он обычно все-таки старался такого просвещенного, передового человека на эту позицию поставить, чтобы лишнего не огораживать. То есть, чтобы что-то хотя бы можно было. И цензор иногда выносил в те времена такие, знаете, философские решения. Пусть в списках ходит, запрещать не будем. А вот печатать не надо. Например, там были такие времена. А сейчас вот у нас, к сожалению, цензор вот со знанием, как у господина Савиткова. Так нет, ну а кто ж назначал-то господина Савиткова цензором? Я же вполне себе назначен. А цензор официально такого постанет. Вот у нас есть такая дама, как Мизулина. Ну, у дама был мандат на определенные, так сказать, решения. Так у нее и сейчас есть мандат, она в Совете Федерации сидит. И, в принципе, дублирует практически все законопроекты, которые изобретаются в Соединенных Штатах. Таким крайне правым, таким баптистским сегментом, который как бы никто всерьез не воспринимает. Но время от времени на уровне штатов, на уровне муниципальных законопроектов какие-то успехи имеет. А Мизулина тут же берет, увеличивает как форматор модель до размера полноценной скульптуры. И забацывает здесь, как федеральный закон, такой вот мейнстрим. Ну, смотрите, она во всяком случае в рамках своих полномочий действует. Она может сказать, что, значит, меня поддержало такое-то количество людей на выборах. Мы там можем долго спорить, действительно ли они поддерживали, действительно ли это там были рукой поставлены галочки от души и прочее. Но во всяком случае она как бы парламентарий, да? И у нее есть... Ну, сейчас она же не парламентарий. Ну, у нее во всяком случае там была на это санкция. И даже во вчерашней истории, то есть она там может выразить свою точку зрения посредством блога, ответа на вопрос, заявления и так далее. Но она не стоит в охранной цепи у объекта. Ну, у нее есть охранная цепь в виде господина Светкова с его офицерами России. С этой историей ведь еще и прекрасно... Вы так возмущаетесь, вот мир устроен так. Вот он устроен таким образом. Я возмущаюсь тем, что его никто не отдергивает, понимаете? А кто его будет отдергивать? Кто его будет отдергивать? Вот если бы пришли, скажем, либеральные активисты сбитыми и проложили себе путь сквозь строй офицеров России... Ой, представляете себе... Значит, говоря, что, вы знаете, нас, вот эти вот люди, непонятно кто и звать как, воспрепятствуют нашему законному праву пройти на выставку. Это как бы ни прокуроры, ни менты, вот никто. И мы вынуждены как бы проложить себе путь вот как битыми. Тогда бы, значит, можно сказать, что этих людей отдергивают. А пока этого нет, то, ну, как бы утритесь и терпите. Ну, я-то имела в виду то, что предполагается, что есть специально обученные люди с погонами на плечах. Это как раз их работа. Мы вроде бы все... Временно сняли и переведены в общественную палату, там, временную. В любой момент можно забрать в общественную палату, поставить, опять погоны на плечи повесить. А потом опять снять и в губернаторы Тульской области отправить. Мы, конечно, разобрались, для чего нужна общественная палата. Хорошо. В истории с этой выставкой ведь прекрасно еще и то, что две недели она примерно работала, и никто особенно не возмущался. Более того, не устроя Мизулина этого скандала, большинство бы людей даже не знало бы фамилии этого фотографа, о его существовании бы не ведало. Теперь все дружно залезли в интернет и посмотрели, что это за птица и что он снимает. Ну, насколько я понимаю, возмущению госпожи Мизулина еще предшествовал пост одного известного блогера, собственно говоря, накануне написанный. Так вот, получается, что этих людей так легко завести, вот там, за несколько часов так опть. И устроится цепь. Или все-таки не на все так реагирует? Ну, вы знаете, это все-таки проблема более универсальная, чем частный случай госпожи Мизулиной, которая, может быть, просто не очень здоровый человек. В принципе, тут нужно понимать, что фотограф, работающий в 70-х годах, работал по масштабам, по стандартам, по правилам, по рамкам допустимого в 70-е годы. И с тех пор прошло 50 лет, и все очень изменилось. То, что было дозволено, скажем, в 70-е, немыслимо сейчас. То есть, вы можете представить, что какой-нибудь режиссер, допустим, Маль, представитель одновременно и американского, и французского отчасти кинематографа, сейчас бы снял свой фильм «Невинное дитя» и выпустил бы его в широкий прокат. Да Мизулина бы сожрала бы всю эту самую сеть, которая рискнула бы прокрутить подобный фильм. А тогда это считалось мейнстримом большой кино. Ну, я и издание «Лолита», вот, например, сейчас не очень хорошо себя представляю, если честно. Пожалуйста, вот еще, например, в 70-е как раз тогда же и «Лолиту» сняли. А вот вообще, насколько возможно сейчас определить, где у нас граница допустимого? Так, чтобы что-то снять, или что-то привести и показать, или что-то сделать, и при этом не попасть под обливание экскрементами или что-то еще? Ну, вы помните знаменитое заседание в РБК? Знаете, там есть двойная сплошная, но где именно она проходит, никто не знает. Вам просто сообщат, когда вы ее пересекли. То есть, сейчас, в принципе, границы допустимого, значит, никто не знает. Ну, вы знаете, если вы нарушите, вам мало не покажется. А где не проходит, мы решим по ходу. Эффективная практика, вырабатывается инстинкт, где она двойная сплошная в таких случаях? Ну, а вы, ну, представьте, хотя бы то, что мог позволить себе человек 10 лет назад и сейчас. Ну, обычно, как раз в таких обстоятельствах рождается какая-то реакция. Если не назло, то уж, во всяком случае, придумать, как это переосмыслить так, чтобы прошло двойную сплошную. Изопов, язык, чтение между строк. Мы скоро вернемся к такой вот культуре поздних 60-х годов. Ой, где же она? Что-то пока не видно. Ну, это же как бы вынужденно. Это же все вынужденно возникало. Вы думаете, что вот они не будут выпускать пар? Не дадут никакой возможности немножечко так послабления? Ну, вы знаете, опыт показал, что в какие-то моменты казалось, что вот даже вот надо выпустить, надо вот как бы послабление, нужно как бы посчитаться. А потом прикинули, посмотрели, что там пара-то. Пару-то, все-то ничего, раз-два я обчелся, завинчивые гайки до конца. Сами пара. И по 89% пару не производят. Только эти либерасты парят. Сейчас у нас небольшая пауза. Впереди буквально несколько минут. Напоминаю, что это особое мнение журналиста Архана Джамали. Плюс 7-985-970-4545. Телефон для ваших вопросов. Скоро продолжим. Сегодня как-то приросло количество СМИ, которые сообщают о том, что Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, написал все-таки документ, в котором просьбе, значит, заявляет о своей отставке. Написал его якобы еще 20 сентября, но в Следственном комитете говорят утка. Вы кому больше верите? Ну, тренд на ротацию одноклассников, одногруппников, кентов по спортзалу и на смену всей этой публике. Он же как бы есть. Поэтому по логике вещей там вполне может случиться так, что Бастрыкина, как и прочих, равно удалят. А зачем? Ну, вот кого-то другого меняют, тусуют. Старые зажерели, взорвались, заворовались. Уже как бы вот предъявляют лидеру, что, мол, довел ситуацию до того, что они не могут рак полечить, в Германию съездить. И там счета у них там, в общем, как-то так вот арестовываются. Надо заменить на других людей, которые больше склонны испытывать чувство благодарности за подъем, за треференции. Ну, надо сказать, что согласно источникам РБК его равноудалят, могут равноудалить в Верховный суд. Немного, немало. Это как в тренде? Ну, по крайней мере, он будет только утверждать в таком случае готовые решения и не командовать людьми, которые крышуют шакро молодого и прочего. А вы думаете, кстати говоря, скандал с задержаниями, с арестами высокопоставленных сотрудников СК, тут как-то добавил огня в судьбу Александра Бастрыкина? Ну, по крайней мере, он создал повод, к которому можно прицепиться, к которому можно объяснить все это. А потом же тренд на вот такую ротацию старой гвардии, он же объясняется не тем, что это воры, мошенники, расположили вокруг себя воров и мошенников. Он объясняется тем, что меняется политическая ситуация, их равноудаляют по политическим соображениям, а не потому, что проворовались. Чтобы они довольны, было меньше в окружении, вы имеете в виду? Ну, да, то есть приход как бы нового поколения, которые вот не помнят Путина таким вот серым подполковничком. А вот это не опасно там для верхов, но как-то когда ты удаляешь людей, много лет проработавших, и как, наверное, кажется, с позиции этого человека лояльно и адекватно поставленным задачам проработавших, то, в общем, наверное, недовольство может какое-то сложиться и зреть. Ну, ведь далеко же не всех удаляют на Колыму, кого-то удаляют в Верховный суд. А новое поколение откуда браться будет? Если вы говорите, что смена ротации каких-то друзей условно по спортзалу, по одноклассникам, по одногруппникам, то это вот уходит. Откуда новые ресурсы? Ну, частью это тот же самый источник спецслужбы. Вот, смотрите, раньше все КГБ штамповало кадры везде. В экономику, в политику, в обществу, в подаводную. Ну, в нулевые, я имею в виду, когда Путин только появился на первые два срока. Тогда как раз говорили о таком КГБшном десанте, который везде высадился. И сам Путин, помните, шутил, что задачу Федеральной службы безопасности по захвату Кремля выполняю успешно. Там как бы отчитывался, помните такое? А сейчас это уже и другие спецслужбы. Вот уже ФСОшник и хоккеист становятся губернатором. Уже другая структура появилась. Избавляются от многих людей, которые вот старой такой вот допутинской элиты, но в своё время переметнулись. Ну, от них сейчас вот избавляют белых, например. Вот и от него как бы избавляются. То есть, идёт некое обновление, идёт упразднение людей, с которыми, может, связан какой-то негативный бэкграунд. Но негатив может понятен быть только самому Владимиру Владимировичу. Ну, вот интересно, а почему так трясёт... Мы же как бы не знаем содержание бесед, которые проходили под поедание глухаря. О чём они там говорили? Мы только про глухаря знаем. Ну, самое яркое видим. Вот хорошо, если мы говорим про вот эту ротацию, то мы видим, во всяком случае, в каких-то внешних проявлениях, как она происходит в спецслужбах, скажем, когда идут какие-то перестановки и так далее и тому подобное. Ну, вот, например, с генпрокурором был какой большой скандал связан. А ничего? Не повредило ведь? Ну, с генпрокурором... Генпрокурор вот не повредило. А с Бастрыкиным тоже было много скандалов связанных. Помните, там он был и пан Бастрыкин, и там и в Чехии что-то находили. И господин Соколова из «Новой газеты» он в лесочек вывозил. И даме с баллонкой, там, пистолетом угрожал. С ним тоже было много скандалов, и ничего, всё, с рук сходило, какие проблемы. То есть, на самом деле, это не сам по себе скандал решает судьбу чиновника. То есть, чиновник, судьба решится, а вот скандал уж мы как-нибудь найдём. То есть, тут главное, как осадочек сложить. Ну, там, всё это, осадочки, не осадочки. То есть, скандалом уж как-то разберёмся, найдём за что. Главное, вот, решить. Ещё одна вещь, которая как-то с этим связана. Почему всё всегда происходит в такой атмосфере таинственности? Ну, то есть, слухи о том, что вот он или уйдёт после выборов, или уже написал заявление. Они ведь уже там какое-то время роятся, роятся, роятся. Их постоянно опровергают, опровергают, опровергают. Почему вот нужна вот эта атмосфера «не подходи, убьёт»? Ну, тут, во-первых, есть как бы эстетика первого лица. Когда всё должно быть таинственно, неожиданно. А если вот это всё будет очевидно, и вот назревать, и каждый шаг будет известен, пусть он ничего не отменяет, там, эта известность. Ну, все знают. Это вот уже как лохи, понимаете. Все всё вокруг знают. А так вот таинственно – бац, и всё, карающая рука. А что даёт эта эстетика? Эстетика, она вообще ничего не даёт. Человек получает эстетическое удовольствие от таинственности, от специфики. Спецслужбы, понимаете, КГБ СССР, тайна. Гриф «Совершенно секретно». Всё вот это вот как бы манящее такая вот прелесть ФСБ-шно-ментовской тайной жизни. Это один вопрос. Но, с другой стороны, это тоже выгодно. Потому, что чем дальше они могут оттянуть свой конец, тем дольше они отрицают, что «да нет, это утка, вот всё, сейчас рассосётся» и так далее, тем больше у них времени для того, чтобы почистить свои дела, свести с разных счетов на один счёт все денежки. Ой, опасно, наверное, делать в последний момент, если есть что сводить. Ну, всегда надо как бы в конце концов подчистить немножко хвостики, а то как Захарченко там бац, а у тебя там коробки по всему дому с миллиардными. А когда вот всё заранее, ты говоришь, нет, ещё вот нет, ещё время не пришло, не пришло. Ты успеваешь эти коробки на счета, туда-сюда, тот офшор, в этот офшор. Вот про МВД тоже, кстати говоря, сейчас поговорим, но буквально после небольшой паузы, про МВД, правда, не на уровне полковника Захарченко, а на уровне московской полиции, но это уже через пару минут. Я напоминаю телефон для того, чтобы задать вопрос. У нас такой, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Это особое мнение, которое сегодня представляет журналист Архан Джемаль. Короткая пауза, скоро вернёмся. Представляет журналист Архан Джемаль. Вот про московскую полицию. Я думаю, что все знают, какая история вчера приключилась с выставкой Джока Стёрджеса без смущения. И как-то там московской полиции особенно замечено не было. Вроде как приезжал человек, посмотрел на то, как блокирует активист вход в этот несчастный центр. Вроде как даже попробовал внутрь позвонить, но вот не сложилось. И ведь не обидно московской полиции, что так у неё полномочия-то отбирают? Ну, не знаю, обидно, не обидно. Наверное, не обидно. А должно быть? Ну, почему мы пытаемся как бы вот спекулировать на вот такую теме, что демократов вы там типа разгоняете, а охранителей там, да, всё... Потому что она есть, вот факт такой. Значит, есть и есть. Давайте так, забудьте о том, что закон одинаковый для всех. Закон для всех разный. То есть, если вы как бы этого ещё не поняли, вы идиот. То есть, можете удивляться, что полиция ничего не делает. Закон для офицеров России и закон для каких-нибудь там протестующих против Димы Яковлева или ещё чего-нибудь там, да, это разные законы. Ну, хорошо. А как вот государству... Знаете, мы превращаемся в такое корпоративное фашистское государство. Почему корпоративное? Муссолини, ну, потому что фашизм, это в таком исконном его понимании, это связано с понятием корпоративного государства. И Муссолини, который, собственно, придумал, по сути дела, и то, и другое, он даже говорил, знаете, как вот... Друзьям всё, а остальным закон. Так что закон это остальным, а офицерам России, господинам Савиткову, всё. Ну, чтобы разрешать кому-то всё, нужно же быть в этом ком-то очень уверенным. А вот этот кто-то сегодня на выставку не пускает, а завтра он начнёт, например, отлавливать женщин, которые слишком откровенно, скажем, одеты. Ну, а почему нет? Ну, потому что контролировать же как-то хочется этих ребят. Будет, будет отлавливать. Вот такие времена настали, что у нас цензор вот с таким уровнем. Наш цензор – это господин Савитков. То есть, когда в XIX веке, когда государь-император назначал цензора, он обычно всё-таки старался такого просвещённого, передового человека на эту позицию поставить, чтобы лишнего не огораживать. То есть, чтобы что-то хотя бы можно было. И цензор иногда выносил в те времена такие, знаете, философские решения. Пусть в списках ходит, запрещать не будем, а вот печатать не надо. Например, там были такие времена. А сейчас вот у нас, к сожалению, цензор вот со знанием, как у господина Савиткова. Так нет, ну а кто ж назначал-то господина Савиткова цензором? Я же вполне себе назначен. А цензор официально ж такого поста нет. Вот у нас есть такая дама, как Мизулина. Ну, у дамы был мандат на определённые, так сказать, решения. Так у неё и сейчас есть мандат, она в Совете Федерации сидит и, в принципе, дублирует практически все законопроекты, которые изобретаются в Соединённых Штатах. Крайне правым, таким баптистским сегментом, который никто всерьёз не воспринимает. Но время от времени на уровне штатов, на уровне муниципальных законопроектов какие-то успехи имеет. А Мизулина тут же берёт, увеличивает как фарматор модель до размера полноценной скульптуры и забацывает здесь, как федеральный закон, такой вот мейнстрим. Ну, смотрите, она, во всяком случае, в рамках своих полномочий действует. Она может сказать, что, значит, меня поддержало такое-то количество людей на выборах. Мы там можем долго спорить, действительно ли они поддерживали, действительно ли это там были рукой поставлены галочки от души и прочее, прочее. Но, во всяком случае, она как бы парламентарий, да? И у неё есть... Ну, сейчас она же не парламентарий. Ну, у неё, во всяком случае, была на это санкция. И даже во вчерашней истории, то есть, она там может выразить свою точку зрения посредством блога, ответа на вопрос, заявления и так далее. Но она не стоит в охранной цепи у объекта. Ну, у неё есть вот охранная цепь в виде господина Светкова с его офицерами России. С этой историей ведь ещё и прекрасно... Вы так возмущаетесь? Вот мир устроен так. Вот он устроен таким образом. Да я возмущаюсь тем, что его никто не отдёргивает, понимаете? А кто его будет отдёргивать? Кто его будет отдёргивать? Да, вот если бы пришли, скажем, либеральные активисты сбитыми и проложили себе путь сквозь строй офицеров России... Ой, представляете, вы знаете, нас, вот эти вот люди, непонятно кто и звать как, воспрепятствуют нашему законному праву пройти на выставку. Это как бы ни прокуроры, ни менты, вот никто. И мы вынуждены как бы проложить себе путь вот как битыми. Тогда можно сказать, что этих людей отдёргивают. А пока этого нет, то ну как бы утритесь и терпите. Ну, я-то имела в виду то, что предполагается, что есть специально обученные люди с погонами на плечах. Это как раз их работа. Мы вроде бы все... Так у них это тоже люди с погонами на плечах временно сняли. И им должно быть неприятно, что кто-то наполняет их. Временно сняли и переведены в общественную палату временную. В любой момент можно забрать в общественную палату, поставить, опять погоны на плечи повесить. А потом опять снять и в губернаторы Тульской области отправить. Мы наконец-то разобрались, для чего нужна общественная палата. Хорошо. В истории с этой выставкой ведь прекрасно ещё и то, что две недели она примерно работала, и никто особенно не возмущался. Более того, не устроя Мизулина этого скандала, большинство бы людей даже не знало бы фамилии этого фотографа. О его существовании бы не ведало. Теперь все дружно залезли в интернет и посмотрели, что это за птица и что он снимает. Ну, насколько я понимаю, возмущению госпожи Мизулина ещё предшествовал пост одного известного блогера, собственно говоря, накануне написанный. Так вот, получается, что этих людей так легко завести, вот там за несколько часов так опть и устроиться цепь? Или всё-таки не на всё так реагирует? Ну, вы знаете, это всё-таки проблема более универсальная, чем частный случай госпожи Мизулиной, который, может быть, просто не очень здоровый человек. В принципе, тут нужно понимать, что фотограф, работающий в 70-х годах, работал по масштабам, по стандартам, по правилам, по рамкам допустимого в 70-е годы. И с тех пор прошло 50 лет, и всё очень изменилось. То, что было дозволено, скажем, в 70-е, немыслимо сейчас. То есть, вы можете представить, что какой-нибудь режиссёр, допустим, Маль, представитель одновременно и американского, и французского, отчасти кинематографа, сейчас бы снял свой фильм «Невинное дитя» и выпустил бы его в широкий прокат. Да Мизулина бы сожрала бы всю эту самую сеть, которая рискнула бы прокрутить подобный фильм. А тогда это считалось мейнстримом, большой кино. Ну, я и издание «Лолиты», вот, например, сейчас не очень хорошо себя представляю, если честно. Пожалуйста, вот ещё один пример. В 70-е как раз тогда же «Лолиту» сняли. А вот вообще, насколько возможно сейчас определить, где у нас граница допустимого? Так, чтобы что-то снять, или что-то привести и показать, или что-то сделать, и при этом не попасть под обливание экскрементами, или что-то ещё? Ну, вы помните знаменитое заседание в РБК? Знаете, там есть двойная сплошная, но где именно она проходит, никто не знает. Вам просто сообщат, когда вы её пересекли. То есть, сейчас, в принципе, границы допустимого, значит, никто не знает. Ну, вы знаете, если вы нарушите, вам мало не покажется. А где не проходит, мы решим по ходу. Эффективная практика? Вырабатывается инстинкт, где она двойная сплошная в таких случаях? Ну, а вы, ну, представьте, хотя бы то, что мог позволить себе человек 10 лет назад и сейчас. Ну, обычно как раз в таких обстоятельствах рождается какая-то реакция. Если не назло, то уж, во всяком случае, придумать, как это переосмыслить так, чтобы прошло двойную сплошную. Из опов, язык, чтение между строк, мы скоро вернёмся к такой вот культуре поздних 60-х годов. Ой, где же она? Что-то пока не видно. Ну, это же как бы вынужденно. Это же всё вынужденно возникало. Вы думаете, что вот они не будут выпускать пар? Не дадут никакой возможности немножечко так послабления? Ну, вы знаете, опыт показал, что в какие-то моменты казалось, что вот даже вот надо выпустить, надо вот как бы послабление, нужно как бы посчитаться. А потом прикинули, посмотрели, что там пара-то. Пару-то, всё-то ничего, раз-два я общался, завинчивые гайки до конца. Остальные по... 89% пару не производят. Только эти либерасты парят. Сейчас у нас небольшая пауза, впереди буквально несколько минут. Напоминаю, что это особое мнение журналиста Архана Джамаля. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять. Телефон для ваших вопросов. Скоро продолжим. Сегодня как-то приросло количество СМИ, которые сообщают о том, что Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, написал всё-таки. Документ, в котором просьбе заявляет о своей отставке, написал его якобы ещё 20 сентября. Но в Следственном комитете говорят, утка, вы кому больше верите? Ну, тренд на ротацию одноклассников, одногруппников, кентов по спортзалу и на смену всей этой публике. Он же как бы есть. Поэтому по логике вещей вполне может случиться так, что Бастрыкина, как и прочих, рано удалят. А зачем? Ну, вот кого-то другого меняют, тусуют. Старые зажерели, взорвались, заворовались. Уже как бы предъявляют лидеру, что, мол, довёл ситуацию до того, что они не могут рак полечить, в Германию съездить. И там счета у них там, в общем, как-то так вот арестовываются. Надо заменить на других людей, которые больше склонны испытывать чувство благодарности за подъём, за преференции. Ну, надо сказать, что, согласно источникам РБК, его равноудалят, могут равноудалить в Верховный суд. Немного, немало. Это как, в тренде? Ну, по крайней мере, он будет только утверждать в таком случае готовые решения. И не командовать людьми, которые там крышуют шакро молодого и прочего. А вы думаете, кстати говоря, скандал с задержаниями и с арестами высокопоставленных сотрудников СК, тут как-то добавил огня в судьбу Александра Бостокина? Ну, по крайней мере, он создал повод, к которому можно прицепиться, к которому можно объяснить всё это. А потом же тренд на вот такую ротацию старой гвардии, он же объясняется не тем, что это воры, мошенники, расположили вокруг себя воров и мошенников. Он объясняется тем, что меняется политическая ситуация. Их равноудаляют по политическим соображениям, а не потому, что проворовались. Чтобы недовольным было меньше в окружении, вы имеете в виду? Ну, да. То есть, приход как бы нового поколения, которые не помнят Путина таким вот серым подполковничком. А вот это не опасно там для верхов? Ну, как-то, когда ты удаляешь людей, много лет проработавших, и как, наверное, кажется, с позиции этого человека лояльно и адекватно поставленным задачам проработавших, то, в общем, наверное, недовольство может какое-то сложиться и зреться. Ну, ведь далеко же не всех удаляют на Колыму. Кого-то удаляют в Верховный суд. А новое поколение откуда браться будет? Если вы говорите, что смена ротации каких-то друзей условно по спортзалу, по одноклассникам, по одногруппникам, то это вот уходит. Откуда новые ресурсы? Ну, частью это тот же самый источник, это спецслужбы. Вот, смотрите, там, да, то есть раньше всего КГБ уж там повало кадры, там, да, то есть везде. В экономику, в политику, в обществу, в подаводную. А почему раньше-то? Ну, в нулевые, я имею в виду, когда вот Путин только появился на первые два срока. Тогда как раз говорили о таком КГБшном десанте, который везде высадился. И сам Путин, вы помните, шутил, что задачу Федеральной службы безопасности по захвату Кремля выполняю успешно, там, как бы отчитывался, помните такое? Вот, а сейчас это уже и другие спецслужбы. Вот уже ФСОшник и хоккеист становятся, там, губернатором, там, да, уже как бы другая структура появилась. Избавляются от многих людей, которые вот старой такой вот допутинской элиты, но в своё время переметнулись. Ну, от них сейчас вот избавляют белых, например, там, да, то есть вот и от него как бы избавляются. То есть, идёт некое обновление, идёт упразднение, значит, людей, с которыми, может, связан какой-то негативный бэкграунд. Но негатив, это может понятен быть только самому Владимиру Владимировичу. Ну, вот интересно, а почему так трясёт... Мы же как бы не знаем содержание бесед, которые проходили под поедание глухаря, о чём они там говорили. Мы только про глухаря знаем. Ну, самое яркое видим. А вот хорошо, если мы говорим про вот эту ротацию, то мы видим, во всяком случае, какие-то внешние проявления, как она происходит там в спецслужбах, скажем, да, когда идут какие-то перестановки и так далее и тому подобное. Ну, вот, например, с генпрокурором был какой большой скандал связан, а ничего? Не повредило ведь? Ну, с генпрокурором... Генпрокурор вот не повредило. А с Бастрыкиным тоже было много скандалов связанных. Помните, там он был и пан Бастрыкиным, и в Чехии что-то находили. И господин Соколова из «Новой газеты» он в лесочек вывозил. И даме с баллонкой пистолетом угрожал. С ним тоже было много скандалов, и ничего, всё с рук сходило, какие проблемы. То есть, на самом деле, это не сам по себе скандал решает судьбу чиновника. То есть, чиновник, судьба решится, а вот скандал уж мы как-нибудь найдём. То есть, тут главное, как осадочек сложится. Ну, там всё это, осадочки, неосадочки. Скандалом уж как-то разберёмся, найдём за что. Главное решить. Ещё одна вещь, которая как-то с этим связана. Почему всё всегда происходит в такой атмосфере таинственности? Ну, то есть, слухи о том, что он или уйдёт после выборов, или уже написал заявление. Они ведь уже какое-то время роятся, роятся, роятся. Их постоянно опровергают, опровергают, опровергают. Почему нужна вот эта атмосфера «не подходи, убьёт»? Ну, тут, во-первых, есть эстетика первого лица, когда всё должно быть таинственно, неожиданно. А если вот это всё будет очевидно, и вот назревать, и каждый шаг будет известен, пусть он ничего не отменяет, там, эта известность, но все знают. Это вот уже как лохи, понимаете. Все всё вокруг знают. А так вот таинственно – бац, и всё, карающая рука. А что даёт эта эстетика? Эстетика, она вообще ничего не даёт. Человек получает эстетическое удовольствие от таинственности, от специфики. Спецслужбы, понимаете, КГБ СССР, тайна. Гриф «Совершенно секретно», там, да, всё вот это вот как бы манящая такая вот прелесть ФСБ-шно-ментовской тайной жизни. Это один вопрос. Но, с другой стороны, это тоже выгодно, потому что чем дальше они могут оттянуть, свой конец, тем дольше, чем дольше они отрицают, что «да нет, это утка, вот всё сейчас рассосётся» и так далее, тем больше у них времени для того, чтобы почистить свои дела, свести там с разных счетов, там, на один счёт все денежки. Ой, опасно, наверное, делать в последний момент, если есть что сводить. Ну, всегда надо как бы вот в конце концов подчистить немножко хвостики, а то как Захарченко там, бац, а у тебя там коробки по всему дому там, да, с миллиардными. А когда вот всё заранее, ты говоришь, нет, ещё вот нет, ещё время не пришло, не пришло, ты успеваешь эти коробки на счета туда-сюда, тот офшор, в этот офшор. Вот про МВД тоже, кстати говоря, сейчас поговорим, но буквально после небольшой паузы, про МВД, правда, не на уровне полковника Захарченко, а на уровне московской полиции, но это уже через пару минут, я напоминаю телефон для того, чтобы задать вопрос, у нас такой, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять, это особое мнение, которое сегодня представляет журналист Архан Жемаль, короткая пауза, скоро вернёмся. Реклама Российский бизнес-форум Атланты 4-5 октября Крокус Сити Холл Владимир Познер Тони Фернандес Савид Ян Верн Харниш И ещё 30 топ-спикеров Атланты Твой следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни Звоните 495-480-77-22 Для лиц старше 16 лет Гараж Программа Сергея Слоняна С понедельника по четверг С 14 до 15 На радио Эхо Москвы В этот вторник программу «Дневной разворот» ведут Яков Широков и Екатерина Конакова Слушайте с 15 до 17 часов «Дневной разворот» на Эхе Москвы Так, всё сложили, давай проверим Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего А стола всё забрала? Да вроде чего? Ох, а нет, подожди, тут журналы Какие ещё журналы? Ну эти, с Бридом Питом, Ким Кардашьянкой, Сипыри Ну а разве они нужны нам? А чё не нужны-то? Ну потому что это глянец, а у нас не глянец Новые героини и новые истории Как всегда, по-настоящему Без лишнего грима и ретуши Потому что это не глянец По вторникам после 22 часов Ну теперь вроде всё, да? Да, вроде всё Хорошо Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь Это всегда право, так? Александр Починок в программе «Фискал» Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов От древнего мира до наших дней Вы будете смеяться В середине 15 века попадаются Реальным форминанием летописи Налог на взятки и подарки чиновникам Повтор программы «Фискал» По вторникам после 23 часов В ночь со вторника на среду после 0 часов Слушайте программу «Одно» с Оксаной Чиж «Одно» в ночь со вторника на среду после полуночи Опять в «Одноклассниках» сидишь, в шотке лайкаешь Да, я новости читаю Какие ещё новости? Новости, они на эхе Правильно, а ещё в «Одноклассниках» На официальной странице «Эхо Москвы» Да ну! Ну да, а ещё там блоги, голосования Самые интересные материалы с эховского сайта И кстати, фотки там тоже есть Можешь лайкать Всё, присоединяюсь «Эхо Москвы» совсем не единый учебник истории В программе «Не так» пытаемся понять, что мы ещё не поняли в прошлом В передаче «Всё так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант» Эхо истории на эхе Москвы В центре событий «Эхо Москвы» Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение» 19 часов, 20 минут в Москве Программа «Особое мнение» продолжается «Особое мнение» сегодня представляет журналист Архан Джемаль Вот про московскую полицию Я думаю, что все знают, какая история вчера приключилась с выставкой Джока Стёрджеса без смущения И как-то там московской полиции особенно замечено не было Вроде как приезжал человек, посмотрел на то, как блокирует активист вход в этот несчастный центр Вроде как даже попробовал внутрь позвонить, но вот не сложилось И ведь не обидно московской полиции, что так у нее полномочия-то отбирают? Ну, не знаю, обидно, не обидно, наверное, не обидно А должно быть? Ну, почему мы пытаемся как бы вот спекулировать на вот такую теме, что демократов вы там типа разгоняете, а охранителей там, да, все Потому что она есть, вот факт такой Значит, есть и есть, да, давайте так Забудьте о том, что закон одинаковый для всех Закон для всех разный То есть, если вы как бы этого еще не поняли, вы идиот То есть, можете удивляться, что полиция ничего не делает Закон для офицеров России и закон для каких-нибудь там протестующих против Димы Яковлева Там, или еще чего-нибудь там, да Это разные законы Ну, хорошо, а как вот государство... Знаете, мы превращаемся в такое корпоративное фашистское государство Муссолини, ну, потому что фашизм, это в таком исконном его понимании, это связано с понятием корпоративного государства И Муссолини, который, собственно, придумал, по сути дела, и то, и другое Он даже говорил, знаете, как вот, друзьям все, а остальным закон Так что, закон это остальным, а офицерам России, господинам Савиткову, все Ну, чтобы разрешать кому-то все, нужно же быть в этом ком-то очень уверенным А вот этот кто-то сегодня на выставку не пускает, а завтра он начнет, например, отлавливать женщин, которые слишком откровенно, скажем, одеты Ну, а почему нет? Ну, потому что контролировать же как-то хочется этих ребят Ну, будет отлавливать Вот такие времена настали, что у нас цензор вот с таким уровнем Наш цензор – это господин Савитков То есть, когда, в XIX веке, когда государь-император назначал цензор, он обычно все-таки старался такого просвещенного, передового человека на эту позицию поставить, чтобы лишнего не огораживать То есть, чтобы что-то хотя бы можно было И цензор иногда выносил в те времена такие, знаете, философские решения Пусть в списках ходит, запрещать не будем, а вот печатать не надо Например, там, были такие времена А сейчас вот у нас, к сожалению, цензор со знанием, как у господина Савиткова Так нет, ну а кто ж назначал-то господина Савиткова цензором? Я же вполне себе назначен А цензор официально ж такого поста нет Вот у нас есть такая дама, как Мизулина Ну, у дамы был мандат на определенные, так сказать, решения Так у нее и сейчас есть мандат, она в Совете Федерации сидит И, в принципе, дублирует практически все законопроекты, которые изобретаются в Соединенных Штатах Крайне правым, таким баптистским сегментом, который никто всерьез не воспринимает Но время от времени на уровне штатов, на уровне муниципальных законопроектов какие-то успехи имеет А Мизулина тут же берет, увеличивает, как форматор, модель до размера полноценной скульптуры И забацывает здесь, как федеральный закон, такой вот мейнстрим Ну, смотрите, она, во всяком случае, в рамках своих полномочий действует Она может сказать, что, значит, меня поддержало такое-то количество людей на выборах Мы там можем долго спорить, действительно ли они поддерживали, действительно ли это там были рукой поставлены галочки от души и прочее, прочее Но, во всяком случае, она как бы парламентарий, да? И у нее есть... Ну, сейчас она же не парламентарий Ну, у нее, во всяком случае, была на это санкция И даже во вчерашней истории, то есть, она там может выразить свою точку зрения посредством блога, ответа на вопрос, заявления и так далее Но она не стоит в охранной цепи у объекта Ну, у нее есть охранная цепь в виде господина Светкова с его офицерами России С этой историей ведь еще и прекрасно Вы так возмущаетесь, вот мир устроен так Вот он устроен таким образом Да я возмущаюсь тем, что его никто не одергивает, понимаете? А кто его будет одергивать? Кто его будет одергивать? Вот если бы пришли, скажем, либеральные активисты, сбитыми и проложили себе путь сквозь строй офицеров России Значит, говоря, что, вы знаете, нас, вот эти вот люди, непонятно кто и звать как Воспрепятствуют нашему законному праву пройти на выставку Это как бы ни прокуроры, ни менты, вот никто И мы вынуждены как бы проложить себе путь вот как битыми Тогда бы, значит, можно сказать, что этих людей одергивают А пока этого нет, то, ну, как бы утритесь и терпите Ну, я-то имела в виду то, что предполагается, что есть специально обученные люди с погонами на плечах Вот это как раз их работа Так у них это тоже вроде с погонами на плечах И им должно быть неприятно, что кто-то наполняет их Временно сняли и переведены в общественную палату, там, временную В любой момент можно забрать в общественную палату, поставить, опять погоны на плечах повесить А потом опять снять и в губернаторы Тульской области отправить Мы, конечно, разобрались, для чего нужна общественная палата, хорошо В истории с этой выставкой ведь прекрасно еще и то, что две недели она примерно работала И никто особенно не возмущался Более того, не устроя Мизулина этого скандала Большинство бы людей даже не знало бы фамилии этого фотографа О его существовании бы не ведало Теперь все дружно залезли в интернет и посмотрели, что это за птица и что он снимает Ну, насколько я понимаю, возмущению госпожи Мизулиной еще предшествовал пост одного известного блогера, собственно говоря, накануне написанный Так вот, получается, что этих людей так легко завести, вот там за несколько часов так опть и устроиться цепь Или все-таки не на все так реагирует? Ну, вы знаете, это все-таки проблема более универсальная, чем частный случай госпожи Мизулиной Который, может быть, просто не очень здоровый человек В принципе, тут нужно понимать, что фотограф, работающий в 70-х годах Работал по масштабам, по стандартам, по правилам, по рамкам допустимого в 70-е годы И с тех пор прошло 50 лет, и все очень изменилось То, что было дозволено, скажем, в 70-е, немыслимо сейчас То есть, вы можете представить, что какой-нибудь там режиссер, ну, допустим, Маль Представитель одновременно и американского, и французского, отчасти кинематографа Сейчас бы снял свой фильм «Невинное дитя» и выпустил бы его в широкий прокат Да Мизулина бы сожрала бы всю ту самую сеть, которая рискнула бы прокрутить подобный фильм А тогда это считалось мейнстримом «Большое кино» Ну, я и издание «Лолита», вот, например, сейчас не очень хорошо себе представляю, если честно Пожалуйста, вот еще, например, в 70-е как раз тогда же и «Лолиту» сняли А вот вообще, насколько возможно сейчас определить, где у нас граница допустимого Так, чтобы что-то снять, или что-то привести, показать, или что-то сделать И при этом не попасть под, значит, обливание экскрементами или что-то еще Ну, вы помните, значит, знаменитое заседание в РБК Знаете, там есть двойная сплошная, но где именно она проходит, никто не знает Вам просто сообщат, когда вы ее пересекли То есть сейчас, в принципе, границы допустимого, значит, никто не знает Ну, вы знаете, если вы нарушите, вам мало не покажется А где не проходит, ну, мы решим по ходу По ходу пьеса Эффективная практика, вырабатывается инстинкт, где она двойная сплошная в таких случаях? Ну, а вы, ну, представьте, хотя бы то, что мог позволить себе человек 10 лет назад и сейчас Ну, обычно как раз в таких обстоятельствах рождается какая-то реакция Если не назло, то уж, во всяком случае, придумать, как это переосмыслить Так, чтобы прошло двойную сплошную Изопов язык, чтение между строк Мы скоро вернемся к такой вот культуре поздних 60-х годов Ой, где же она? Что-то пока не видно Ну, это же как бы вынужденно Это же все вынужденно возникало А вы думаете, что вот они не будут выпускать пар? Не дадут никакой возможности немножечко так послаблений? Ну, вы знаете, опыт показал, что в какие-то моменты казалось, что даже вот надо выпустить Надо вот как бы послабление, нужно как бы посчитаться А потом прикинули, посмотрели, что там пара-то Пару-то все-то ничего, раз-два я общался, завинчивые гайки до конца Остальные по 89% пару не производят Только эти либерасты парят Сейчас у нас небольшая пауза Впереди буквально несколько минут Напоминаю, что это особое мнение журналиста Архана Джамаля Плюс 7-985-970-45-45 Телефон для ваших вопросов Скоро продолжим 19.30 в столице, на еще краткие новости У микрофона Елена Лиховская Здравствуйте Глава СКР намерен покинуть свой пост О том, что Александр Бастрыкин подал прошение 19 часов 34 минуты в Москве Это программа «Особое мнение» Еще раз добрый вечер, меня зовут Оксана Через особое мнение представляет журналист Архан Джамаль Очень много вас спрашивают о Сирии И на самом деле, конечно, после того заседания Совбеза, которое было Есть такое ощущение, что сотрудничеству как-то конец Нет Нас там варварами назвали Ну, назвали варварами Мы тоже обзываемся Никакого конца нет То есть, на самом деле Когда мы говорим о том, о чем же договорились Лавров с Керри То есть, о чем они могли договориться То давайте, скажем честно Россия и Соединенные Штаты Договорились, в принципе, раздербанить Сирию Примерно так же, как в свое время Господин Молотов и господин Роббентроп Решили по польскому вопросу примерно Ну, раздербанить – это какое-то такое широкое и не вполне ясное понятие Раздербанить на зоне контроля И в течение всего последующего года Мы видим, что Россия и Соединенные Штаты Так или иначе сотрудничали друг с другом Там были вопросы, были несогласования То есть, не все это проходило гладко Но никто же не отрицает, что это было сотрудничество, а не противостояние Там нет никакого элемента противостояния Более того, сейчас Россия, по сути дела, является отчасти даже посредником Между Соединенными Штатами и Турцией Которая тоже влилась, как еще одна сторона в этот проект И в эту договоренность Так что, в данном случае, это милый бронец А что касается фактической стороны вопроса То у нас есть несколько сценариев Поскольку центральным событием Из-за которого Вчера Совбез заседал Это был расстрел Краснокрестской колонны То вопросом, кто это сделал У нас есть три кандидата На воздушное исполнение этого То ли американцы с Рапторов То ли ВКС То ли осадиты И один наземный кандидат В виде, как бы, американских наймитов Какого-нибудь Жабхата Нусра Которые расстреляли в эту колонну Ну, еще сами себя там Сами себя не секли Есть еще Можно выбирать из этих вариантов Ну, вообще, история с одной стороны С гуманитарным конвоем С другой стороны С ударом по сирийским военным Которые признали в качестве ошибки Американская сторона Признали Она ведь говорит о том, что там не только С политикой все не очень хорошо В этих договоренностях Ну, и просто на уровне Физических переговоров И какой-то тактики Ну, проблема заключается в том Что договариваются одни А воюют другие Договариваются Лавров и Керри А на земле воюет Не Лавров На земле воюет Асад И вот насколько В принципе, Лавров в состоянии Отдернуть этого Асада Поставить ему какие-то условия Точно так же и американцы Не американцы на земле воюют На земле воюет Свободная сирийская армия И ассоциативные группы Рядом находящиеся А что же, нет такого бесспорного Контакта и влияния Условно Москвы на Асада И одернуть Я думаю, что нет никакого Такого бесспорного влияния И я вам даже напомню, что Допустим, Донецкая ситуация Которую отчасти справедливо Проецировать На сирийскую Там влияние-то было Безусловно Намного более жестким Намного более монополизированным Там не конкурировала Россия с Ираном Или с Хизбалой За влиянием И тем не менее На практике Когда речь дошла До подчинения себе Конкретных полевых командиров То все закончилось Убийствами Дремово Мозгового И так далее Их просто физически Уничтожали Уж казалось Что может быть Более контролируемым Чем Донецко-Луганское Ополчение Так ведь вон А в Сирии подавно Перспективы Какого-то мира В Сирии видите У вас Светлана спрашивает Нет В ближайшее время Никакого мира Нет и быть не может Вся мирная концепция Завязана на Разделение Сирии На несколько секторов Из них там будет Один какой-то Ловицкий Поезд То есть контролируемый Скорее всего Россией И Ираном Складчином Дальше появится Никисунистан Где Видимо Контрольный пакет Будет принадлежать Все-таки Турции Под вопросом Находятся Перспективы Возникновения Курдистана Это большой вопрос С одной стороны Русские и американцы Вроде как лоббировали Но в итоге договорились С турками Поэтому не факт Что Это случится И конечно Будет зона Остающаяся Под контролем Исламского государства То есть Пользуясь вашей же терминологией Раздербанят Раздербанят А последствия Другого варианта нет А последствия Будет Несколько Зон По Линии Размежевания Значит Будет Конечно Какая-то напряженность Будут какие-то Перестрелки Будут конечно Стычки Но возможно Остановится Движение фронтов Вы уже упомянули Про конфликт С Украиной И в связи с этим Хочу еще одну тему Успеть обсудить Вот Иосиф Кобзон Который Представляет В Госдуме Забайкальский край Тут несколько Любопытных заявлений Сделал Перед Людьми С которыми Я общался Как раз там Заявил В частности Считает Что воссоединение Полуострова с Россией Может негативно Сказаться на социальной сфере А дальше Очень интересная фраза Мы взяли на себя Непосильную ношу Крым Это исконная русская территория Но которую мы финансируем Из нашего скудного Российского бюджета От этого страдают Такие отрасли Как здравоохранение Образование Культура И другие важные сферы Действительно Непосильная оказалась Вроде Вот как-то Справились же Все кто хотели Ну а то что Она непосильная В самом начале же Было еще Сказано Тысяча Слов Сломаны Тысячи копий По этому поводу И так было ясно Что Крым будет С определенной Экономической Обузой Но Эйфория Связанная С удовлетворением Национальной гордости Великоросса Которая Выражается Полностью Чуть более чем Полностью В меме Крым наш Она пересилила Любые рациональные Соображения Что Ну наш-то наш Но Есть будем хуже Ну к этому Как-то вроде Как к погоде Относится Нет Ну есть хуже Хорошо Хладинок чуть-чуть Эхо побольше Никто ж ничего не решает Никто ж не может повлиять Никто ж не может отменить Значит Это решение Более того Оно на самом деле Популярное Ну а вот Например Результаты выборов Которые были Неделю назад Они Показывают Что Очень даже Посильная Ноша Ну Посильная Что значит Посильная Поскольку В целом Экономически Все стало хуже То понятно Что Эта ноша Уже Как бы Немножко Тяготит Но с другой С другой стороны С политической Точки Зрения Где сидела Поклонская Где сейчас Она сидит А что это Доказывает Это доказывает Что Вот такая Вот Сепаратистская Местная Элита Которая Переметнулась Очень быстро От украинской Власти К российской Она Как бы Вполне себе На коне Только растет Только подымается Никаких Политических Издержек Никакого Протеста От того Что Какая-нибудь Единая Россия Включила В себе В себя Этого монстра С кукольной внешностью Народ Никак не реагирует Только лучше голосует Но При этом Ведь Нет никакой Прямой Наверное Зависимости В главе Избирателя Между событиями Марта 2014 Года И уменьшением Скажем Зарплаты Или ухудшением Качества продукта Или есть Эйфория А что Избиратель Обязательно Должен быть Совсем идиотом То есть Он просто должен Клиническим Я думаю Все прекрасно Есть Вы знаете Мне Украинская коллега Которая ездила В Крым Вот По свежим следам Приехала в Севастополь И Описывает сценку Которая происходит На рынке Стоит Пара Немолодая Явно Отставной офицер Его жена И торговец Которого Они Что-то подошли И вот она Как бы Журналист Который Пытается Расспросить И Она говорит Ну вот Как вам цены И Это вот Офицерская Она говорит Цены стали ниже Как ниже Говорит торговец Цены стали выше Нет ниже Да как же ниже Я же поднял Вот я свои-то поднял Все равно ниже То есть Есть как бы Такое Определенное Чувство Политически Мотивированное Чувство Которое в принципе Часть людей Заставляет говорить Глядя на черное Нет Это белое Но Так-то В общем-то Не обманешь Жизнь-то стала хуже А что Как Вот Я в свою Вражал эту мысль Знаете Вот мне Крым не нужен Если мне нужен Я в него еду Там и все Но так Я обычно им не пользуюсь Если мне нужно Там искупаться в море Я вот поеду Там в Турцию А вот Например Сыр Или устрицы Мне нужны Я их ем Они мне полезны Далеки вы от народа Потому что Народу Народу плевать На устрицы И на сыр И призыве В Крыму То он никогда не был Но зато Вот по телевизору Как-то все очень Бравурненько Парадненько А что должно Произойти Чтобы черное Стали называть Черным А белое Белым Ой Какой-то такой Большой Философский вопрос И вообще Я не уверен Что Такое возможно По жизни Сей Ну добьешься Ты с черным И белым Начнут зеленое Красное Называть Да нет Ну как же так Это же не только Про Крым История Это история Про то Что ты получаешь Какие-то обещания Скажем От депутата Проходит определенный срок А ты идешь И опять голосуешь За него Несмотря на то Что ты точно знаешь Что ни одно из них Не было выполнено Это же тоже Та же история Про то Чтобы черное Назвать белым Ну Ну и что Вопрос Вообще Как бы решается Просто Вот когда-то Был порог Явки После которого Когда меньше Какого-то количества Проголосовавших Недействительно Потом отменили Ну и что Что кто-то заметил Ну ходит Голосовать Все Меньше И меньше А где ходят Не меньше Там Голосуют Все правильнее И правильнее Вот В Самаре Там по-моему На n-ном количестве Участков Было С Вообще До запятыми Представить Что в Питере Мог действительно Победить Мелонов Я вот Я не могу Поверить Или питерцы Стали совершенно Другими людьми Ну А мне кажется Что вполне наберется Кстати говоря Аудитория Которая запросто Проголосует Ну Просто процент Каков процент Аудитории Что там Совсем Структура общества Поменялась В принципе На самом деле Не так уж важно Как голосуют Важно как считают В конце концов В любой момент Выйдет человек Скажет Что проголосовали Так Когда люди Уверены В прошлый раз Это вызвало Не очень приятные Последствия Наверное Для людей Которые считали Ну Были В прошлый раз Последствия Справились С последствиями Сейчас Видите Назначили Памфилову Человек В репутации Которого В честности Которого То есть Усомниться Невозможно И фальсифицировать В больших объемах Сейчас Тоже Уже Не надо То пространство Которое Могло сопротивляться За несколько лет Было Разгромлено И деморализованно Ну Такая вот У нас Такая вот У нас Ох На этой безрадостной ноте Мы сегодня и закончим Это было особое мнение Журналист Архан Отжимали Меня зовут Оксана Чеш Большое спасибо всем Кто участвовал Писал И комментировал Счастливо Эхо твоего города Вместе с радио Эхо Москвы Реклама Время Покупать Собственная квартира С отделкой Недалеко от метро Всего За 1 миллион 800 тысяч Звоните Прямо сейчас 490 Глестис Вы и компания RTBI Представляют программу Особое мнение 19 часов 34 минуты В Москве Это программа Особое мнение Еще раз добрый вечер Меня зовут Оксана Чеш Особое мнение Представляет журналист Архан Джамаль Очень много вас спрашивают О Сирии И на самом деле Конечно После того заседания Совбеза Которое было Есть такое ощущение Что сотрудничеству Как-то конец Нет Нас там варварами Назвали Ну назвали варварами Мы тоже Мы тоже Обзываемся Никакого конца Нет То есть На самом деле Когда мы говорим О том Что О чем же договорились Лавров С Керри То есть О чем они Могли Договориться То давайте Скажем честно Россия И Соединенные Штаты Договорились В принципе Раззербанить Сирию Примерно так же Как в свое время Господин Молотов Господин Робинтроп Решили По польскому вопросу Примерно Раззербанить Это Какое-то такое Широкое И не вполне ясное Понятие Раззербанить На зоне контроля И В течение Всего последующего Года Мы видим Что Россия И Соединенные Штаты Так или иначе Сотрудничали Друг с другом Там были Вопросы Были Несогласования То есть Не все Это проходило Гладко Но Никто же не отрицает Что это было Сотрудничество А не противостояние Там нет Никакого элемента Противостояния Более того Сейчас Россия По сути дела Является Отчасти Даже посредником Между Соединенными Штатами И Турцией Которая Тоже влилась Как еще одна сторона В этот Проект И в эту Договоренность Так что В данном случае Это милые броняцы А что касается Фактической стороны Вопроса То у нас Есть несколько Сценариев Поскольку Центральным Событием Из-за которого Вчера Совбез заседал Это был Расстрел Краснокрестской Колонны То Вопрос Кто это сделал У нас есть Три Кандидата На Воздушное Исполнение То ли Американцы С Рапторов То ли ВКС То ли Асадиты И один Наземный Кандидат В виде Американских Наймитов Какого-нибудь Жабхата Нусра Которые Расстреляли В эту колонну Ну еще Сами себя Сами себя Не секли Есть еще Можно выбирать Из этих вариантов Ну вообще История С одной стороны Загуманитарным Конвоем С другой стороны С ударом По Сирийским Военным Которые признали В качестве ошибки Американская сторона Признали Она ведь говорит о том Что там Не только с Политикой Все не очень хорошо В этих договоренностях Но и просто На уровне Физических Переговоров И какой-то Тактики Ну проблема заключается В том Что договариваются Одни А воюют другие Договариваются Лавров и Керри А на земле Воюет Не Лавров На земле Воюет Асад И вот Насколько В принципе Лавров В состоянии Отдернуть Этого Асада И поставить Ему какие-то условия Точно так же И американцы Не американцы На земле воюют На земле Воюет Свободная Сирийская армия И ассоциативная Как бы Группа Рядом Находящаяся А что же Нет такого Бесспорного Контакта И влияния Условно Москвы На Асада Я думаю Что нет Никакого Такого Бесспорного Влияния И я вам Даже напомню Что Допустим Донецкая Ситуация Которую Отчасти Справедливо Проецировать На Сирийскую Там Влияние Это было Безусловно Намного Более Жестким Намного Более Монополизированным Там Не конкурировала Россия С Ираном Или с Хизбаллой За влиянием И тем не менее На практике Когда речь Дошла До подчинения Себе Конкретных Полевых Командиров То Все Закончилось Убийствами Дремово Мозгового И так далее Их просто Физически Уничтожали Уж казалось Что может быть Более контролируемым Чем Донецко-Луганское Ополчение Так ведь Вон А в Сирии Подавно Перспективы Какого-то Мира В Сирии Видите У вас Светлана Спрашивает Нет В ближайшее Время Никакого Мира Нет И быть Не может Вся мирная Концепция Завязана На Разделение Сирии На Несколько Секторов Из них Будет Один Ловицкий Поезд Контролируемый Скорее всего Россией Ираном Складчином Дальше Появится Некий Сунистан Где Видимо Контрольный пакет Будет Принадлежать Все-таки Турции Под вопросом Находятся Перспективы Возникновения Курдистана Это большой вопрос С одной стороны Русские Американцы Лоббировали Но в итоге Договорились с турками Поэтому не факт Что Это случится И конечно Будет зона Остающаяся Под контролем Исламского государства То есть Пользуясь Вашей же терминологией Раздербанят Раздербанят А последствия Другого варианта Нет А последствия Будет Несколько Зон По Линии Размежевания Значит Будет Конечно Какая-то напряженность Будут Перестрелки Будут Конечно Стычки Но возможно Остановится Движение Фронтов Вы уже Упомянули Про конфликт С Украиной И в связи С этим Хочу еще Одну тему Успеть Обсудить Вот Иосиф Кобзон Который Представляет Госдуме Забайкальский Край Тут несколько Любопытных Заявлений Сделал Перед Людьми С которыми Общался Как раз Там Заявил В частности Считает Что воссоединение Полуострова С Россией Может негативно Сказаться На социальной Сфере А дальше Очень интересная Фраза Мы взяли на себя Непосильную ношу Крым Это исконно Русская территория Но Которую мы Финансируем Из нашего Схудного Российского Бюджета От этого Страдают Такие отрасли Как здравоохранение Образование Культура И другие Важные Сферы Действительно Непосильная Оказалась Вроде Как-то Справились Все Кто Хотел Быть Сказан Тысяча Слов Сломаны Тысяча Копий По этому Поводу И так Было Ясно Что Крым Будет С Определенной Экономической Обузой Но Эйфория Связанная С Удовлетворением Национальной Гордости Великоросса Которая Выражается Полностью Чуть более Чем Полностью В меме Крым Наш Она Пересилила Любые Рациональные Соображения Что Наш То Наш Но Есть Будем Хуже Ну К этому Как-то Вроде Как К погоде Относится Нет Ну Есть Хуже Хорошо Хладинок Чуть Эхо Побольше Никто Ничего Не решает Никто Не может Повлиять Никто Не может Отменить Это Решение Более того Оно на самом деле Популярное Ну А вот Например Результаты Выборов Которые Были Неделю Назад Они Показывают Что Очень Даже Посильная Наша Ну Посильная Что значит Посильная Поскольку В целом Экономически Все Стало Хуже Понятно Что Эта Наша Уже Немножко Тяготит Но С другой Стороны С политической Точки Зрения Где Сидела Поклонская Где Сейчас Она Сидит А Что Такая Сепаратистская Местная Элита Которая Переметнулась Очень Быстро От Украинской Власти К Российской Она Как бы Вполне Себе На коне Только Растет Только Подымается Никаких Политических Издержек Никакого Протеста От Того Что Какая Единая Россия Включила В Себе В себя Этого Монстра С кукольной Внешностью Народ Никак Не реагирует Только Лучше Голосует Но Нет никакой прямой Наверное Зависимости В главе Избирателя Между событиями Марта 2014 Года И уменьшением Скажем Зарплаты Или ухудшением Качества Продукта Или есть Эйфория А что Избиратель Обязательно Должен быть Совсем Идиотом Он просто Должен быть Клиническим Совершенно Быть Что ли Я думаю Все прекрасно Есть Вы знаете Мне Украинская Коллега Которая Ездила В Крым Вот По свежим Следам Приехала В Севастополь И Описывает Сценку Которая Происходит На рынке Стоит Пара Немолодая Явно Отставной Офицер Его жена И торговец Которого Они что-то Подошли И вот она Как бы Журналист Которого Пытается Спросить И Она говорит Ну вот Как вам Цены И Это вот Офицерская Жена Говорит Цены Стали Ниже Как ниже Говорит Торговец Цены Стали Выше Нет Ниже Да Как же Ниже Я же Поднял Вот я Свои Поднял Все равно Ниже То есть Есть Как бы Такое Определенное Чувство Политически Мотивированное Чувство Которое В принципе Часть людей Заставляет Говорить Глядя на Черное Нет Это белое Но Так-то В общем-то Не обманешь Жизнь Стала Хуже Как Я Выражал Эту мысль Знаете Мне Крым Не нужен Если мне нужен Я в него еду И все Но так Я обычно Им не пользуюсь Если мне нужно Искупаться в море Я поеду В Турцию А вот Например Сыр Или устрицы Мне нужны Я их ем Они мне полезны Далеки вы от народа Потому что Народу Устрицы не очень Да Народу плевать На устрицы И на сыр И призыве В Крыму Он никогда не был Но зато Вот по телевизору Как-то все очень бравурненько Парадненько А что должно произойти Чтобы черное Стали называть черным А белое белым Ой Какой-то такой большой Философский вопрос И вообще Я не уверен Что Такое возможно По жизни Ну добьешься ты С черным И белым Начнет зеленое И красным Назвать Да нет Ну как же так Это же не только Про Крым История Это история Про то Что ты получаешь Какие-то обещания Скажем От депутата Проходит определенный срок А ты идешь И опять голосуешь За него Несмотря на то Что ты точно знаешь Что ни одно из них Не было выполнено Это же тоже Та же история Про то Чтобы черное Назвать белым Ну и что Вопрос вообще Как бы решается Просто Вот когда-то Был порог Явки После которого Когда меньше Какого-то количества Проголосовавших Недействительно Потом отменили Ну и что Что кто-то заметил Ну ходит Голосовать все Меньше и меньше А где ходят Не меньше Там голосуют все Правильнее и правильнее Вот В Самаре По-моему На n-ном количестве Участков 62 С вообще Дозапятыми Представить Что в Питере Мог действительно Победить Милонов Я вот Я не могу Поверить Или питерцы Стали совершенно Другими людьми Ну А мне кажется Что вполне наберется Кстати говоря Аудитория Которая запросто Проголосует Ну Просто процент Каков процент Эти аудитории Что там Совсем Структура общества Поменялась В принципе На самом деле Не так уж важно Как Голосуют Важно Как считают В конце концов В любой момент Выйдет человек Скажет Проголосовали Так Когда люди Уверены В прошлый раз Это вызвало Не очень приятные Последствия Наверное Для людей Которые считали Ну Были В прошлый раз Последствия Справились С последствиями Сейчас Видите Назначили Памфилову Человек В репутации Которого В честности Которого То есть Усомниться Невозможно И фальсифицировать Эхо Особое мнение Представляет Журналист Архан Джамаль Очень много Вас спрашивают О Сирии И На самом деле Конечно После Того заседания Совбеза Которое было Есть такое ощущение Что сотрудничеству Как-то конец Нет Никакого конца Нас там варварами Назвали Ну Назвали варварами Мы тоже Мы тоже Обзываемся Никакого конца Нет То есть На самом деле Когда мы Говорим О том Что О чем же Договорились Лавров С Керри То есть О чем они Могли Договориться То давайте Скажем честно Россия И Соединенные Штаты Договорились В принципе Раззербанить Сирию Примерно Так же Как в свое Время Господин Молотов Господин Рабинтроп Решили По польскому Вопросу Примерно Раззербанить Это Какое-то Такое Широкое И не вполне Ясное Понятие Раззербанить На зоны Контроля И В Течение Всего Последующего Года Мы видим Что Россия Соединенные Штаты Так или Иначе Сотрудничали Друг с другом Там были Вопросы Были Несогласования Не все Проходило Гладко Но Никто же не отрицает Что это было Сотрудничество А не Противостояние Там нет Никакого элемента Противостояния Более того Сейчас Россия По сути дела Является Отчасти Даже посредником Между Соединенными Штатами И Турцией Которая Тоже Влилась Как Еще Одна Сторона В этот Проект И в эту Договоренность Так что В данном Случа Это Милые Бронец Что касается Фактической Стороны Вопроса То у нас Есть Несколько Сценариев Поскольку Центральным Событием Из-за Которого Вчера Совбез Заседал Это был Расстрел Краснокрестской Колонны То Вопрос Кто Это Сделал У нас Есть Три Кандидата На Воздушное Исполнение То ли Американцы С Рапторов То ли ВКС То ли Осадиты И Один Наземный Кандидат В виде Американских Наймитов Жабхата Нусра Которые Расстреляли Эту Колонну Еще Сами Себя Себя Есть Еще Можно Выбирать Из этих Вариантов Ну Вообще История С одной С документарным Конвоем С другой С ударом По Сирийским Военным Которые Признали В качестве Ошибки Американская Сторона Она ведь Говорит О том Что Там Не только С политикой Все не очень Хорошо В этих Договоренностях Но и Просто На уровне Физических Переговоров И какой-то Тактики Проблема Заключается В том Что договариваются Одни А воюют Другие Договариваются Лавров И Керри А на земле Воюет Не Лавров На земле Воюет Асад И вот Насколько В принципе Лавров Состояние Отдернуть Этого Асада И поставить Ему Какие-то Условия Точно так же И американцы Не американцы На земле Воюют На земле Воюет Свободная Сирийская Армия Ассоциативная Группа Рядом Находящаяся А что же Нет такого Бесспорного Контакта И влияния Условно Москвы На Асада Я думаю Что нет Никакого Такого Бесспорного Влияния И я вам Даже напомню Что Допустим Донецкая Ситуация Которую Отчасти Справедливо Проецировать На Сирийскую Там Влияние Это было Безусловно Намного Более Жестким Намного Более Монополизированным Там Не конкурировала Россия С Ираном Или с Хизбалой За влиянием И тем не менее На практике Когда речь Дошла До подчинения Себе Конкретных Полевых Командиров То Все закончилось Убийствами Дремово Мозгового И так далее Их просто Физически Уничтожали Уж казалось Что может быть Более контролируемым Чем Донецко-Луганское Ополчение Так ведь Вон А в Сирии Подавно Перспективы Какого-то мира В Сирии Видите У вас Светлана Спрашивает Нет В ближайшее Время Никакого Мира Нет И быть Не может Вся мирная Концепция Завязана На Разделение Сирии На Несколько Секторов Из них Будет Один Какой-то Ловицкий Пояс Контролируемый Скорее всего Россией И Ираном Складчином Дальше Появится Никистан Где Видимо Контрольный Пакет Будет Принадлежать Все-таки Турции Под вопросом Находятся Перспективы Возникновения Курдистана Это Большой вопрос С одной стороны Русские Американцы Вроде как Лоббировали Но в итоге Договорились С турками Поэтому Не факт Что Это Случится И Конечно Будет Зона Остающаяся Под контролем Исламского Государства То есть Пользуясь Вашей же Терминологией Раздербанят Раздербанят А последствия Другого варианта Нет А последствия Будет Несколько Зон По Линии Размежевания Значит Будет Конечно Какая-то Напряженность Будут Перестрелки Будут Конечно Стычки Но возможно Остановится Движение фронтов Вы уже упомянули Про конфликт С Украиной И В связи с этим Хочу еще одну тему Успеть обсудить Вот Иосиф Кобзон Который Представляет Госдуме Забайкальский край Тут Несколько Любопытных Заявлений Сделал Перед Людьми С которыми Общался Как раз там Заявил В частности Считает Что Воссоединение Полуострова С России Может негативно Сказаться На социальной сфере А дальше Очень интересная фраза Мы взяли на себя Непосильную ношу Крым Это исконно Русская территория Но Которую мы финансируем Из нашего Схудного Российского бюджета От этого Страдают Такие отрасли Как здравоохранение Образование Культура И другие важные сферы Действительно Непосильная оказалась Вроде Как-то Справились же Все Кто Хотел Идить В составе Вначале Было еще Сказано Тысяча Слов Сломаны Тысяча копий По этому поводу И так было ясно Что Крым Будет С определенной Экономической Обузой Но Эйфория Связанная С удовлетворением Национальной Гордости Великоросса Которая Выражается Полностью Чуть более чем Полностью В меме Крым наш Она переселила Любые рациональные Соображения Что Ну Наш-то наш Но Есть будем хуже Ну К этому Как-то вроде Как к погоде Относится Нет Ну Есть хуже Хорошо Хладильник чуть-чуть Эхо побольше Никто же ничего не решает Никто же не может повлиять Никто же не может отменить Это решение Более того Оно на самом деле Популярное Ну А вот Например Результаты выборов Которые были Неделю назад Они Показывают Что Очень даже Посильная Ноша Ну Посильная Что значит Посильная Поскольку В целом Экономически Все стало хуже Понятно Что Эта ноша Уже Как бы Немножко Тяготит Но С другой стороны С политической Точки Зрения Где сидела Поклонская Где сейчас Она сидит А что это Доказывает Это доказывает Что Вот такая Сепаратистская Местная элита Которая переметнулась Очень быстро От украинской власти К российской Она Как бы Вполне себе На коне Только растет Только подымается Никаких политических Издержек Никакого протеста От того Что Какая-нибудь Единая Россия Включила В себе В себя Этого монстра С кукольной внешностью Народ Никак не реагирует Только лучше голосует Но При этом Ведь нет Никакой прямой Наверное Зависимости В главе избирателя Между событиями Марта 2014 года И уменьшением Скажем Зарплаты Или ухудшением Качества продукта Или есть Эйфория А что Избиратель Обязательно должен быть Совсем идиотом Он просто должен быть Клиническим Совершенно быть Что ли Я думаю Все прекрасно Есть Вы знаете Мне Украинская коллега Которая ездила В Крым Вот По свежим следам Приехала в Севастополь И описывает сценку Которая происходит На рынке Стоит Пара Немолодая Явно Отставной офицер Его жена И торговец Которому они Что-то подошли И вот она Как бы журналист Которая пытается Расспросить И она говорит Ну вот Как вам цены И Это вот Офицерская жена Говорит Цены стали ниже Как ниже Говорит торговец Цены стали выше Нет ниже Да как же ниже Я же поднял Вот я свои-то поднял Все равно ниже То есть Есть как бы Такое Определенное Чувство Политически Мотивированное чувство Которое в принципе Часть людей Заставляет говорить Глядя на черное Нет Это белое Но Так-то В общем-то Не обманешь Жизнь-то стала хуже А что должно Как Вот Я в своем Выражал эту мысль Знаете Вот мне Крым не нужен Если мне нужен Я в него еду Там и все Но так я обычно Им не пользуюсь Если мне нужно Там искупаться в море Я вот поеду Там в Турцию А вот например Сыр или устрицы Мне нужны Я их ем Да Они мне полезны Далеки вы от народа Потому что Народу устрицы не очень Да А народу плевать На устрицы И на сыр И в принципе В Крыму То он никогда не был Но зато Вот по телевизору Как-то все очень бравурненько Парадненько А что должно произойти Чтобы черное Стали называть черным А белое белым Ой Какой-то такой большой Философский вопрос И вообще Я не уверен Что Такое возможно Париж Изнесение Ну добьешься ты С черным и белым Начнут зеленое и красным Назвать Да нет Ну как же так Это же не только Про Крым История Это история про то Что ты получаешь Какие-то обещания Скажем От депутата Проходит определенный срок А ты идешь И опять голосуешь За него Несмотря на то Что ты точно знаешь Что ни одно из них Не было выполнено Это же тоже Та же история Про то Чтобы черное Назвать белым Ну и что Вопрос вообще Как бы решается Просто Вот когда-то Был порог Явки После которого Когда меньше Какого-то количества Проголосовавших Недействительно Потом отменили Ну и что Что кто-то заметил Ну ходят Голосовать все Меньше и меньше А где ходят Не меньше Там Голосуют все Правильнее и правильнее Вот В Самаре Там по-моему На n-ном количестве Участков 62 С вообще Дозапятыми Представить Что в Питере Мог действительно Победить Милонов Я вот Я не могу Поверить Или питерцы Стали совершенно Другими людьми Ну А мне кажется Что вполне наберется Кстати говоря Аудитория Которая запросто Проголосует Ну Просто процент Каков процент Аудитории Что там Совсем Структура общества Поменялась В принципе На самом деле Не так уж важно Как голосуют Важно Как считают В конце концов В любой момент Выйдет человек Скажет Что проголосовали Так Да Когда люди Уверены Ну В прошлый раз Это вызвало Не очень приятные Последствия Наверное Для людей Которые считали Ну Были в прошлый раз Последствия Справились С последствиями Сейчас Видите Назначили Памфилову Человек В репутации Которого В честности Которого То есть Усомниться Невозможно Там Да И фальсифицировать В больших объемах Сейчас Тоже Уже Не надо То пространство Которое Могло Сопротивляться За несколько лет Было Разгромлено И деморализовано Такая У нас Оппозиция Ох На этой Безрадостной Ноте Мы сегодня И закончим Это было Особое мнение Журналист Архан Нажимали Меня зовут Оксана Большое спасибо Всем Кто участвовал Писал И комментировал Счастливо Эхо твоего города Вместе с радио Эхо Москвы Реклама Время Покупать Собственная квартира С отделкой Недалеко от метро Всего За 1 миллион 800 тысяч Звоните Прямо сейчас 495 200 Вы и компания RTBI Представляют Программу Особое Мнение 19 часов 34 минуты В Москве Это программа Особое мнение Еще раз Добрый вечер Меня зовут Оксана Чеш Особое мнение Представляет журналист Архан Джимали Очень много Вас спрашивают О Сирии И на самом деле Конечно После того Заседания Совбеза Которое было Есть такое ощущение Что сотрудничеству Как-то конец Нет Никакого конца Нас там варварами Назвали Ну назвали варварами Мы тоже Обзываемся Никакого конца Нет То есть На самом деле Когда мы Говорим О том Что О чем же Договорились Лавров С Керри То есть О чем они Могли Договориться То давайте Скажем честно Россия И Соединенные Штаты Договорились В принципе Раззербанить Сирию Примерно так же Как в свое время Господин Молотов Господин Робинтроп Решили там По польскому вопросу Примерно Раззербанить Это Какое-то такое Широкое И не вполне Ясное понятие Раззербанить На зоны контроля И В течение Всего Последующего Года Мы видим Что Россия И Соединенные Штаты Так или иначе Сотрудничали Друг с другом Там были Вопросы Были Несогласования То есть Не все Проходило Гладко Но Никто же не отрицает Что это было Сотрудничество А не противостояние Там нет Никакого элемента Противостояния Более того Сейчас Там Россия По сути дела Является Отчасти Даже посредником Между Соединенными Штатами И Турцией Которая тоже Влилась Как еще одна Сторона В этот Проект И в эту Договоренность Так что В данном случае Это милый бронец Что касается Фактической стороны Вопроса То у нас Есть несколько Сценариев Поскольку Центральным Событием Из-за которого Вчера Совбез Заседал Это был Расстрел Краснокрестской Колонны То Вопросом Кто это сделал У нас есть Три Кандидата На Воздушное Исполнение То ли Американцы С Рапторов То ли ВКС То ли Осадиты И один Наземный Кандидат В виде Американских Наймитов Какого-нибудь Жабхата Нусра Которые Расстреляли В эту колонну Ну еще Сами себя Сами себя Весекли Есть еще Можно выбирать Из этих вариантов Ну вообще История С одной стороны За коммунитарным Конвоем С другой стороны С ударом По Сирийским военным Которые признали В качестве ошибки Американская сторона Признали Она ведь Она говорит о том Что там Не только С политикой Все не очень хорошо В этих договоренностях Но и просто На уровне Физических Переговоров И какой-то Тактики Ну проблема Заключается В том Что договариваются Одни А воюют Другие Договариваются Лавров И Керри А на земле Воюет Не Лавров На земле Воюет Асад И вот Насколько В принципе Лавров Состояние Отдернуть Этого Асада И поставить Ему Какие-то условия Точно так же И американцы Не американцы На земле Воюют На земле Воюет Свободная Сирийская Армия И ассоциативная Группа Рядом Находящаяся А что же Нет такого Бесспорного Контакта И влияния Условно Москвы На Асада Я думаю Что нет Никакого Такого Бесспорного Влияния И я вам Даже напомню Что Донецкая Ситуация Которую Отчасти Справедливо Проецировать На Сирийскую Там Влияние Это было Безусловно Намного Более Жестким Намного Более Монополизированным Там Не конкурировала Россия С Ираном Или с Хизбаллой За влиянием И тем не менее На практике Когда Речь дошла До подчинения Себе Конкретных Полевых Командиров То Все закончилось Убийствами Дремого Мозгового И так далее Их просто Физически Уничтожали Уж казалось Что может быть Более контролируемым Чем Донецко-Луганское Ополчение Так ведь Вон А в Сирии Подавно Перспективы Какого-то Мира В Сирии Видите У вас Светлана Спрашивает Нет В ближайшее Время Никакого Мира Нет И быть Не может Вся мирная Концепция Завязана На Разделение Сирии На Несколько Секторов Из них Будет Один Ловицкий Поезд Контролируемый Скорее 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 Всего Россия Иран Складчина Дальше Появится Некистан Где Видимо Контрольный Пакет Будет Принадлежать Все-таки Турции Под Вопросом Находятся Перспективы Возникновения Курдистана Это Большой Вопрос С одной Стороны Русские Американцы Лоббировали Но В итоге Договорились С турками Поэтому Не факт Что Это Случится И Конечно Будет Зона Остающаяся Под контролем Исламского Государства То есть Пользуясь Вашей же Терминологией Раздербанят Раздербанят А последствия Другого Варианта Нет А последствия Будет Несколько Зон По Линии Размежевания Будет Конечно Какая-то Напряженность Будут Перестрелки Будут Конечно Стычки Но Возможно Остановится Движение Фронтов Вы уже Упомянули Про конфликт С Украиной Тему Успеть Обсудить Вот Иосиф Кобзон Который Представляет Госдуме Забайкальский Край Тут Несколько Любопытных Заявлений Сделал Перед Людьми С которыми Общался Как раз Там Заявил В частности Считает Что Соединение Полуострова С Россией Может Негативно Сказаться На социальной Сфере А дальше Очень Интересная Фраза Мы взяли На себя Непосильную Ношу Крым Это Исконно Русская Территория Но Которую Мы Финансируем Из нашего Схудного Российского Бюджета От этого Страдают Такие Отрасли Как Здравоохранение Образование Культура И другие Важные Сферы Действительно Непосильная Оказалась Вроде Как-то Справились Все Кто Хотел Быть Сказано Тысяча Слов Сломаны Тысяча Копий По этому Поводу И так Было Ясно Что Крым Будет С Но Эйфория Связанная С удовлетворением Национальной Гордости Великоросса Которая Выражается Полностью Чуть более Чем Полностью В меме Крым Наш Она Пересилила Любые Рациональные Соображения Что Наш То наш Но Есть Будем Хуже Ну К этому Как-то Вроде Как к погоде Относится Нет Ну Есть Хуже Хорошо Хладильник Чуть Эхо Побольше Никто Ничего Не решает Никто Не может Повлиять Никто Не может Отменить Это решение Более того Оно На самом деле Популярное Ну А вот Например Результаты Выборов Которые Были Неделю Назад Они Показывают Что Очень Даже Посильная Наша Ну Посильная Поскольку В целом Экономически Все Стало Хуже Понятно Что Эта Наша Уже Немножко Тяготит Но С другой Стороны С политической Точки Зрения Где Сидела Поклонская Где Сейчас Она Сидит А Что Это Доказывает Это Доказывает Что Вот Такая Сепаратистская Местная Элита Которая Переметнулась Очень Быстро От Украинской Власти К Российской Она Как бы Вполне Себе На коне Только Растет Только Подымается Никаких Политических Издержек Никакого Протеста От того Что Какая Единая Россия Включила В себе В себя Этого Монстра С кукольной Внешностью Народ Никак Не реагирует Только Лучше Голосует Но При этом Ведь Нет Никакой Прямой Наверное Зависимости В главе Избирателя Между Событиями Марта 2014 Года И Уменьшением Зарплаты Или Ухудшением Качества Продукта Или Есть А что Избиратель Обязательно Должен быть Совсем Идиотом Он Должен быть Клиническим Совершенно Быть Я думаю Все Прекрасно Есть Знаете Мне Украинская Коллега Которая Ездила В Крым По Свежим Следам Приехала В Севастополь И Описывает Сценку Которая Происходит На Рынке Стоит Пара Немолодая Явно Отставной Офицер Его Жена И Торговец Которому Они Что-то Подошли И Она Журналист Которая Пытается Расспросить И Как вам Цены Цены Стали Ниже Как Ниже Говорит Торговец Цены Стали Выше Нет Ниже Да Как же Ниже Я же Поднял Я Свои Поднял Все Равно Ниже Есть Как бы Такое Определенное Чувство Политически Мотивированное Чувство Которое В принципе Часть людей Заставляет Говорить Глядя на Черное Нет Это Белое Но Так-то В общем-то Не обманешь Жизнь-то Стала Хуже Как Я Вражал Эту мысль Знаете Мне Крым Не нужен Если Мне Нужен Я В него Еду И Все Но Так Я Обычно Им не Пользуюсь Если Мне Нужно Искупаться В море Я Поеду В Турцию А Вот Например Сыр Или Устрицы Мне Нужны Я Их Ем Далеки Вы От Народа Потому Что Народу Устрицы Не очень Народу Плевать На Устрицы И На Сыр И Призвы Крыму То Он Никогда Не Был Но Зато По Телевизору Все Бравурненько Парадненько Что Должно Произойти Чтобы Черное Стали Назвать Черным А Белое Белым Какой-то Такой Большой Философский Вопрос Я Вообще Не Уверен Что Такое Возможно Париж Изне Сей Ну Добьешься Ты Черным И Белым Начнут Зеленое Красным Назвать Да Нет Ну Как же Так Это Не Только Про Крым История Это История Про То Что Ты Получаешь Какие Не Было Выполнено Это Тоже Та История Про То Чтобы Черное Назвать Белым Ну Ну И Что Вопрос Вообще Как бы Решается Просто Вот Когда-то Был Порог Явки После Которого Когда Меньше Какого-то Количества Проголосовавших Недействительно Потом Отменили Ну И Что Кто-то Заметил Ну Ходит Голосовать Все Меньше И Меньше А Где Ходит Не Меньше Там Голосуют Все Правильнее И Правильнее Вот В Самаре Там По-моему На Н Количестве Участков С Вообще Дозапятыми Представить Что В Питере Мог Действительно Победить Милонов Я Не могу Поверить Или Питерцы Стали Совершенно Другими Людьми Ну А Мне Кажется Что Вполне Наберется Кстати Говоря Аудитория Которая Запросто Проголосует Ну Просто Процент Каков процент Аудитории Что Совсем Структура Общества Поменялась В принципе На самом деле Не так уж Важно Как Голосуют Важно Как Считают В конце Концов В любой Момент Выдет Человек Скажет Проголосовали Так Когда Люди Уверенные В прошлый раз Это вызвало Не очень приятные Последствия Наверное Для людей Которые Считали Ну Были В прошлый раз Последствия Справились С последствием Сейчас Памфилову Человек В репутации Которого В честности Которого То есть Усомниться Невозможно И фальсифицировать В больших объемах Сейчас Тоже Уже Не надо То пространство Которое Могло Сопротивляться За несколько лет Было Разгромлено И деморализовано Ну Такая У нас Оппозиция Ох На этой Безрадостной Ноте Мы сегодня И закончим Это было особое Мнение Журналист Архана Жемали Меня зовут Оксана Очень большое спасибо всем Кто участвовал Писал И комментировал Счастливо Эхо твоего города Вместе с радио Эхо Москвы Реклама Время Покупать Собственная квартира С отделкой Недалеко от метро Всего За 1 миллион 800 тысяч Звоните Прямо сейчас 495-200 Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров